Я вас приветствую, дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour. С вами канал BlyarTV и мы продолжаем с вами наблюдать за самым главным турниром по генералам. Мировая серия 2020 года и сегодня встречается бойка против Скубы. Что самое интересное в турнире, в принципе, численное преимущество это у американцев и у великобританцев. У великобританцев, да, у британцев, грубо говоря. Ребята именно, которые прошли свои первые раунды и сейчас как раз-таки с левой стороны сетки вы видите. Есть Экскал, это британец, и Шей, это американец, Крейзи немец и Кару швейцарист. То есть там одна четвертая, в принципе, все слева представляют по одной стране. С правого фланга у нас Логика, это британец, Гугл, это арабские объединенные эмираты, Фаргу и Вивит, это Израиль и Малайзия. Скуба получается британец и Бойко как раз-таки американец. То есть сейчас будет американско-британская война. И прикол в том, что Логика ждет соперника либо Скубу, либо Бойко, да, дорогие друзья. То есть этот матч состоится, не этот матч, а вариант, что такой матч может состояться как раз-таки 19-го года. То есть у нас был в прошлом году финал Скуба, не знаю, если не Скуба, а Бойко против Логики. И сейчас есть вероятность, что этот матч может уже встретиться в одной четвертой мировой серии 2020 года. И как раз-таки слева бьется американец против британца. И справа есть вариант, что будет биться американец против британца. Или же британец против британца. И именно сейчас будет решаться вопрос, Скуба или Бойко. Я напоминаю, что в прошлом году Скуба прервал свой ход, грубо говоря, на мировой серии. Как раз-таки на нашем игроке с Украины, это Асусе. То есть Асус тогда его хорошенько потрепал. И Скуба, в принципе, если не ошибаюсь, по его заявлениям там на почве в обиде вообще были такие слова. Чуть ли там, что он не будет уже участвовать в мировых сериях и так далее. Если типа не изменят правила, не изменят мапулы и так далее. Мапул поменяли, теперь всем знакомые карты. И как бы Скуба, в общем-то, обиду это вроде как выкинул. И участвует в мировой серии 2020 года. И сейчас ему предстоит, как раз-таки он прошел никнейма 5-0. Касада прошел 5-2. Интересно, чем был матч. И Бойко прошел нашего Стаза 5-0. И Фаерлорда Бойко также прошел 5-2. Ну, по силам я считаю, что Скуба и Бойко это абсолютно два одинаковых оппонента. То есть нет тут какого-то грубо-лютого преимущества у Бойко или преимущества у Скубы. Да, Бойко был в финале мировой серии. Скуба был призером мировых серий. Грубо говоря, как и Бойко один раз стал призером серебряным. Поэтому здесь, друзья, два Эксперта Дженерал Зер Аур. Причем, если не ошибаюсь, Бойко даже не получил на сайте статус Эксперта. Скуба-то уж давно. Он с самого появления мировых серий участвует. Ну что, давайте. Не буду задерживаться. И так уже словесно задержал. Ну, в общем-то, потому что играют такие ребята. И, конечно, хочется как можно больше вам дать информации. Фургутен Айр Баттл. Первая карта это Зимний Лес. Это Зимний Лес. Есть стандартная карта такая. Ну, есть такая вот зимняя вариация. Друзья, у нас ГЛА подрывные войска. Отбойки. Его профильные генералы ГЛА. Это, конечно, плюсиком будет для американца. У британца Китай ядерное оружие ТАО. Кстати, достаточно интересный матчап у нас получается на данной карте. Дему против Нюка. Ну, как по мне, наверное, на этой карте Нюку проще в том плане, что нету в центре никаких там ресурсов, которые ГЛА может занять и получить сильное преимущество в экономике. Здесь как бы все при своих. Но, с другой стороны, играют все-таки профессионалы. И поэтому Джазис тут будет смотреться, конечно, очень-очень неплохо. Но я, в принципе, даю такому матчапу 50 на 50. Тут может и Нюк победить, здесь может и подрывной генерал победить. И поэтому все будет решать именно скилл, дорогие друзья. Два ресурсных центра со старта отбойки. Военный завод. Полный стандарт. Один раб пошел к вышке сверху. И второй раб не к вышке, кстати, а вот в домике. Поближе к базе здесь китайцы. Хотя, ну, грубо говоря, к центру относится, наверное, те построечки здесь. То есть позиционочки, естественно, от ГЛА. Все, кстати, раб сразу в дом. Подозревая, что пойдут ребята чекать вышку. И красногвардейцы уже полетели от Скубы. Наверх, как раз-таки. Один сел в домик, потому что очень часто бывает такое, когда ГЛАшники стремятся сюда лепить норки. И поэтому заранее Скуба, естественно, зная уже эту карту. То есть у него не пройдут никакие отмазки, что он там карту не знает или еще что-то. Сажая туда красногвардейца. И, кстати, очень удобно Бойко ставит норку для красногвардейца. Блин, да. Хороший старт. А Скуба первая техничка пошла. И как дракон здесь зажигает. Боже мой. Минус вся группа. Грамотная игра здесь от британца. Мега грамотная игра. Жесть. Вот это дела. Вот это дела. Так. И дракон продолжил свое путешествие. Причем он даже ни одного хп здесь не потерял. Просто чисточком вырубил техничку. Там два подрывника и два ракетчика вроде были. Конечно, очень неприятный старт от Бойки. То есть здесь потерял Раба наглядно. Здесь потерял техничку наглядно. И теперь Глашнику. Хоть и есть позиционка. На самом деле здесь дома, конечно, играют нагла. Но когда тут драконы, все-таки эти дома тут же теряются. Но вот если взять Батлмастер, естественно, то здесь уже плюсик есть. Вот здесь домик, кстати, не взял. А мог бы. Но пока одни технички. Сверху также проезжает Батлмастер. Есть мина демо. Джазист любит баловаться минками. Все правильно делается. Дракончик здесь. И танки Скорпион уже пошли. Опять же мина. И, кстати, дракон рвется на эту мину. Но не будет просто такой бойкой здесь тратить. Потому что Скорпионы справляются. И Батлмастер в центре уже играет. Есть один скраб у техничечки. Что у нас? Быстрая пропаганда будет? Есть быстрая пропаганда. Все правильно сейчас делает китаец ядерный. Сразу, друзья, хочу перед вами извиниться за то, что... Пришлось вам целые сутки, грубо говоря, ждать. Рендер одного видоса. Это логика. Против Ерба играли. Но там что-то Ютуб реально зафаршмачил. Очень сильно. Потому что ролик, когда играли Кару и Ролл, тоже очень долго рендерился. То есть там я на отложенную запись поставил. Там тоже он... То есть я примерно в одно время эти ролики снял. И примерно в одно время они отрендерились. То есть там какая-то проблема была у Ютуба. Плюс я читал комментарии. Говорят, что не только у меня, а у многих ютуберов такая проблема. Это просто вчера был, скорее всего, перегруженный сервер рендера Ютуба. И поэтому пришлось, грубо говоря, наверное, часов в 15 вам смотреть. В 360 качество. Я приношу за это извинения, ребят. Надеюсь, что больше не повторится. Какой хороший подрыв. Минус пропаганда и минус дозер сейчас. Вау. Что делает? И посмотрите, проходит Батлмастер. Не сорвал. Здесь почему-то бойка мину. Хотя мог. Но коробочка шикарная. Не-не, один квад здесь ничего не сделает. И Батлмастер справа. Пока Скуба не контролит. Нет, пошел на рабов одним. И вторым тоже. Подрывничок есть. И уже дворец строится от Гла. Шикарно сверху справляется. Да, оверлорд первый вышел. Но как же здесь бойка отработал. Успел заказать в заводах оверлорды. Посмотрите, Скуба. Второй военный завод уже отстраивает. И лотос пошла вперед. Вау, какой скорпион наглый. Бьет дозер. Это был последний дозер. Да ну. Вот это фейл. Просто красота сейчас в исполнении Гла. Хочешь Глашик немножко все-таки обрезан в ресурсах. Я бы не сказал. Даже немножко. Он всего лишь играет на один супла. И вышки ему никто не дал. А у Чайны есть вышка и два ресурсных центра, дорогие друзья. В этом-то сейчас весь и напряг. Да, один военный завод Чайны. Но все-таки по деньгам впереди. Минка шикарная. И взрыв минус. Только яйцем. Оверлорд выживает. Вау, вот это интересно. Но ракетчик должен добивать, я думаю. Да, минус оверлорд. Красивая игра тоже от Гла. И лотос будет забирать вторую вышку. Хотя квад пошел здесь уже стремительно. Поглядите. Ловить эту черную засраночку. Да, вот она. А, но все-таки решил Бойко себе вышку одну взять. Уже выучен апгрейд. Кстати, есть дворец, но нет апгрейда еще на подрывы. И командного центра тоже нету. Хотя еще и по рангу как бы далеко до третьего. Хотя второй уже угла имеется. Да, вот это развязка. Боже. Один Скорпион просто зашел из центральной норы. Причем по таймингу как-то успел зайти и вырубить дозер, который прикрывался китайскими юнитами. Вот это удивительно, дорогие друзья. В этом-то и фишка тайминга. Что Бойко это сделал. Твою дивизию. Дракон здесь. Ах. Ай, какой кривой дракоша от Скубы. Ай-яй-яй-яй. Новерлорды катаются здесь по базе Гла. Проблемы имеются. Большие проблемы имеются. Хотел сделать подрыв. Бойко любит делать подрыв. Крупных групп или крупных юнитов, да. Бронированных. И он в большинстве это делает очень даже удачно. Дядя Коля на поле боя. Сейчас будет попытка захватить Оверлорд. Сразу будет он, конечно, сжигаться. Никому не отдаст китай свои юниты. И Лотос перехватила. Твою ж дивизию не продал. Бойко если даст сейчас отстроиться с Уплайо, то сможет поиметь с Куба себе рабов. И сможет вновь отстраиваться только в соглашенную сторону. Но посмотрите на миникарту. Просто все во владениях сейчас с Кубой. Все, хоть и потерял дозер. Да. Интересный момент. У меня уже начал играть там на заднем плане будильник почему-то. Хотя я вроде бы его не заводил. Ну, не могу я сейчас. Не могу я сейчас бежать за телефоном. Специально подальше отложил. Выключил, блин, звук. Эта дрянь все равно врубилась в будильнике. Печалька. Окей. Надеюсь, это никому не помешает. И не сильно-то его слышно. Должно быть. Посмотрите. Сжигается на рай. В один ресурсный центр остается сейчас сыграть. Гла. Лотос захватывает военный завод. Что делает? Скуба просто оставляет бойку сейчас. Ну как? Вышка все-таки работает одна. Как ни крутим. Да. Вот это дела, друзья, быстренько. Сейчас даже поставлю реплей на паузу и слетаю. Вырублено, черт, в будильник. Итак, я тут как тут. Ну, извиняюсь за такие небольшие перерывы. В общем-то, нежданная ситуация, к сожалению. Да. И продолжает. Продолжает тупить Скуба. Не тупить, извиняюсь, а топить. Топить, хотел сказать, Скуба. Сжать своего соперника. Но вроде бы как Бойки сейчас небольшой тайминг в перерыве получает. Отстраивает свой уже ресурсный центр. И вышка все-таки спасает экономически. Попытка будет от Скубы сжечь вышку. Да, вот это дела. Ну и сейчас вся проблема в том, что ведь китаец потерял все свои оверлорды. Пропаганду уже не отстроит. И придется играть обычными юнитами. Забирается. Кстати, танк драконы жгет пехоту. Посмотрите. Вау. Предательский просто жгет. Жесть. Ну, и шикарно, конечно, играет и один, и другой. Но все-таки сыграл Бойка. Вау. Подрывается подрывник. И просто минус дракон. Вся красота от Бойки. Бойка просто ювелир глашный. Я всегда любил его игры за гла. Много очень ката, когда он тащит из ничего. Но все-таки, как говорится, профильный генерал. Да, ну и сжигается. Здесь опять же рабочие. Из Куба. Ничуть в себе не сомневается. Много очень ракетчиков вперед спамится. То есть, миксуется казармозавод. Причем завод пока он для дракона. Даже батлмастеров никаких нету. Ой, опять лотос работает. Здесь был отменен ресурсный центр. Постоянно гадюка мешает. И уже Джарвин Кел отработал. Девчонку. Боевой автобус уже тут как тут. Да, жесть какая-то. Все-таки была попытка выбить здесь вышку. И предательский дракон опять работает. Просто невероятно. Сколько проблем создал перехваченный дракон. А это все последствия того, что дядя Коля выбил его. Сел своим пехотинцем бойко. И давай ломать лицо. Да, и здесь, кстати, мог бы Скуб уже свой дозер. А какой дозер-то? О чем я говорю? У него же нет дозеров. Не подведет он нифига сюда. Только на дальняк, если кататься, когда уже все ресурсы закончатся. И батлбас решала. Просто вышел батька на поле боя со стороны гла. Да, и драконам теперь придется еще сложнее. Но вышка сжигается в общем плане. А вышка у Скубы все еще живая. Минус. Вышка. И в один ресурсный центр бойко. Сколько осталось денег? То есть ситуация пока все еще, наверное... А, но 20к. А у китайца? А у китайца мы сейчас посмотрим, сколько осталось. У китайца остается 17. И еще здесь коробки. Ну, слушайте, в общем-то, пока еще матч 50 на 50. Потому что преимущество есть у Скубы в экономику. У него еще плюс вышка работает. А у бойки есть технологии. У китайца их нету. Поэтому, наверное, пока 50 на 50. То есть экономика уравнивает шанс так же, как и технологии. Вопрос в том теперь, кто как будет пользоваться своими юнитами. Потому что драконы в последнее время стали очень много сливаться. И труповоз нагружается ракетчиками. Вот это хорошие дела, правда. Эти транспортерщики, да? Бронетранспортеры. Они картонные вообще. Хотя вроде кажется, что... Ну, бронированная машина от пехоты. Но разбивается изи, особенно тем же батлбасом. А их уже два боевых автобуса на поле боя. И сидит здесь бойка при своих. Есть третий ранг. Отстроили бы ему командный центр. Так как почти 2500 уже имеется на счету. Да, и тут же ставится командный центр. А это значит, что есть Ребель Амбуш. И крупные войска будут просто убираться. Или же единственный военный завод. Хотя есть мины. Мины хорошее дело. Но есть, например, промежутки. Видите, где вот все-таки нету здесь мин. И можно Ребель Амбуш каким-то образом все-таки спускать красиво. Но посмотрим. Посмотрим. Все зависит от того, как будет играть бойка. Опять где-то лотос там что-то где-то нет. Нет, лотоса уже не может быть. Лотоса никак не могло быть. У меня уже глюки, глюки, глюки. Минус опять же драконы здесь. Так, и пошли демобайки с апгрейтом. Да. Кстати, поздно что-то бойка демобайки ушел. Но его задача была сначала два батлбаса слепить. А потом уже... Опа, и к своему родному ресурсному центру сверху. Пошел пуш! Мина! Мина контролится. Хотя мог и взорвать здесь бойка. И демобайки шикарно все взрывать. Плюс дядя Коля также действует. И это провал, друзья. Здесь для скупа мне кажется, что... Ну да, пехота не годится. Дядя Коля всех выстреливает. Дракон сейчас... По-любому нужно сжигать сначала эту мину. Отменяется... А, нет, не отменяется. Я думал, что тут 8-9, а тут 80 уже процентов. Да, и минус дракон. Нет, все-таки, друзья, без технологии здесь уже... Нюк, наверное, ничего сделать не сможет. Хотя, если бы не потерял скупа последний дозер, отстроил бы второй... Завод сдается до 1-0 в пользу бойки. Отстроил бы командный центр. И я думаю, что дожал бы уже здесь китаец. Без шансов было бы для Гла. Но, блин, тот самый ювелирный Скорпион, который пришел и просто нафиг снес этот дозер, сейчас заслуживает и зарабатывает для Гла. Заслуживает, естественно, он, наверное, звезду, блин, героя за Гла. Ну и приводит свою нацию, грубо говоря, к победе. К победе, естественно, не без заслуги других юнитов и управления генерала Бойки, которому отдал Джазис. Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем 1-0. Американец, выходят вперед. И Forgotten Battle Air смена генералами пойдет сейчас. Так. Чуть-чуть меньше сделаю микрофон, чтобы не резал он сильно слух. Не знаю, прокачь, не прокачь. Так, убираю я здесь изображение. И у нас Китай, ядерное оружие, теперь Бойка. Молодцы, пацаны, верны своим цветам. Бойка всегда играет красным. Бывает, что заменяет его желтым. Это если какие-нибудь командные игры. Я часто тоже это замечал. И Скуба всегда своему верен зеленому цвету. Давайте же ему теперь поставим демо. А Бойка Нюк. Напоминаю, друзья, здесь бой до 6 побед. Это достаточно много. Вообще, в мире генералов, бложки очень длинные. То есть, если посмотреть, там, стратегии Старкрафта и так далее, у них в основном все там, ну, максимум до 3 побед. В генералу настолько динамичная игра, что здесь до 6, до 7 побед играется. И времени примерно занимает так же, как те же бои в Старкрафте. То есть, в этом все самое интересное в генералах. Я считаю, что можно разглядеть как можно больше матчапов. И не так, как напоминает тот же Старкрафт. Типа, вот ты играешь, например, за одних зергов, и ты за них будешь всегда играть. Ну, это, мне кажется, что не очень... Хотя, с моей точки зрения, все-таки она у всех разная. Мне вот нравится в генералах, что люди играют за разных генералов абсолютно. Потому что здесь, конечно, разница в балансе. То есть, если в Старкрафте баланс все-таки ближе к идеальному, чем у генералов, то там можно как бы за одну расу играть. Хотя я читал, слежу между делом за форумами Старкрафта, форумами и балансами. Все равно люди там возражают. То одного имба балансили, то другого. Сейчас такая злая норка. Здесь отскубый дракон тут же ее тушат шикарно. Да, то в генералах уже давно никто ими не занимается. Патчи, конечно, выходят, но все равно почему-то все сидят как раз-таки на оригинальной версии. Вот. И здесь поэтому проводится именно реверс. Реверс, мироры. Либо мироры, либо рандом реверсы. Так как для баланса, естественно. Вообще, в мировой серии 2019 года там был на выбор игроков. Опа, какая техничка заходит, но мины шикарные. Есть. Фишка в том была, что на мировой серии 2019 года игроки могли выбирать. Либо просто на рандом играть, либо рандом реверс. И если один игрок не согласен на рандом реверс, то выбирается рандом. То есть были, да, косяки кое-какие в мировой серии. Хотя до 2019 года так все мировые серии игрались. И только в мировой серии 2020 года онли рандом реверсы. И я считаю это правильно. И точно выбранный маппул. То есть какие-то определенные карты, которые всем известны, именно они входят в маппул. То есть довели уже правила близко до идеального. И ни у кого нет никаких особо возмущений в этом плане. Проходит хороший Чендракон здесь от Нюка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, минус, конечно, но все рабы здесь впали. Шикарно. И справа фланг сейчас Бэтлмастеры жмут. Посмотрите. А вот Скуба, кстати, ставит. Очень интересная норочка. Сюда никаких пехотинцев не сувал Бойко. И Скуба, кстати, занимает сверху позиционку. То есть реально зеленый британец начинает лучше играть за глаз со старта, чем американец. Бойко. Это очень интересный момент. Отменили здесь норочку в итоге. И сел уже в здание с им войсками Джазис. Да, и Бойко получается, что зажат немножко такой интересный бункер. Для чего он вообще здесь стоит? Неужели, чтобы здесь никто слева не проезжал? Но тем временем есть центр пропаганда. Выходит уже черная лотос. И мы с вами должны увидеть, наверное, оверлорда. И ЦМ-ки тоже пошли в бой. Да, беспроблемно играет. Пока Глад страивает уже дворец. Попытка выгнуть его вообще с левого фланга. Ой, морозится техничка. Ай, высаживаются здесь ракетчики с подрывниками. Вот зря идут Бэтлмастер. Нужно отходить, а дракон может отрабатывать. Ах, все равно подрывается. Радиус подрыва все-таки велик, как ни крути. Но это ближе к реалям. Потому что если с вами будет стоять чувак, который подорвется, даже если вы будете в пяти метрах от него. Ведь вас все равно заденет. И здесь тоже все это задевает. Хоть и технику уничтожается через контрол. Сейчас вышка вместо того, чтобы ее захватить. Уничтожает скуба. Неужели пикется за то, что в скором времени здесь китайцы все выбьют и придет лотосом? Потому что лотос просто так не прошла бы. Есть норка. Но интересное решение. Бойка и передумал идти туда. Есть еще одна норка, кстати. Ой, не норка, извиняюсь, а вышка. Где стоило бы Глашнику поставить свою сеть туннелей. В центре уже задвигается. Так, и здесь пачка оверлордов. У Бойки, конечно, тоже все хорошо занюка. Два дозера целые. Не получилось тут, или не пытался даже дозер хантить скуба. Хотя вот сейчас шикарная техничка. И ракетчик, и в первую очередь запал траки. За дозером не охотился. Бойка сразу, причем отъезжает. Не раздумывая и не ждя вообще. Но интересный момент, да. Минок не боится. И убертечь! Убертечь у Гла. Тут же ее заморозили неприятно. И сейчас... Баттлмастер, два оверлорда и две ЕЦМочки гуляют уже в центре карты. И я думаю, что разведка Гла должна своему командованию передать этот момент. Потому что момент-то достаточно серьезный. Ведь подходят уже на базу вражеские танки. Так, мимо прошла техничка. Я думал, может быть, с подрывом зайдет прям в центр. Но нет. Но нет, на базе теперь нужно... Есть! Мотоцикл без апгрейда. Хотя дворец, слушай, сколько стоит. Странно. Денег не нашел, что ли? Вот она пыталась! Сейчас техничка подъехать! Модик был бы с апгрейдом, вырубил бы нафиг! Еще добавляется, да. И здесь минус один оверлорд. И ЕЦМочку также получилось убить. Шикарно! Пока Скорпионы без ракет. Кстати, нет, есть ракеты. Просто они уже выпустились. И, ну и... Да, разбирается шикарно сейчас Куба все-таки. Молодец! Каркас забирает все скрапы. И пошли уже танки в центр пока без оверлордов. Кстати, Лотос все-таки захватил. А здесь одну вышку. Нужно подумать над тем, чтобы ее взорвать. И... Иерфилл-то! Уже отчаянный ставится! Вау! То есть микс с Хеликсами. Это то, что нужно. Ой-ой-ой. Один мотоцикл. Ну, уже видать все с апгрейдами. Надо посмотреть. Да, нет. Погодите. Есть, есть апгрейды. У Рабика уже есть подрывы. И ведь, что самое интересное, не готов с Куба пока защищаться от воздуха. Но я думаю, что за счет опыта и логики он должен понимать. Чайна не будет постоянно идти и сливать свои оверлорды. Должен будет в один прекрасный момент прилететь Хеликс. Вот сейчас будет выпад. И тут можно, кстати, засечь. Но нет. Далеко. Все-таки от верхнего фланга. Застраивается турелями. Здесь уже гла не очень приятная. И пошли мотики на разведку. Искать. Так, Скуба не видит. Нет, Филда еще не видно. Филда не видно. Лото, сбойки здесь. Тут как тупнут. Все в норах. Будет не пройти. Здесь тоже хорошие норки. Хотя вот отсюда можно было бы и поворовать деньги. Или перезахватывать. Да, пошли здесь уже войска нюка. Светить территорию и думать, что же делать-то все-таки. Вторая норочка достроится. Агрессивная игра от Скубы. Хорошая. Несмотря на то, что у китайца есть все дозеры. Все равно гла пока в преимуществе. Но вот хеликсы. Уже хеликсы работают. Пошли выбивать вышку. Так, дядя Коля тут как тут. Пошел тоже в атаку. И два хеликса. Но вот теперь палево есть. Теперь по-любому гла должен знать о вертушках. Так, и есть ли квады? Квады уже пошли. Да, да, да. Все своевременно вроде бы как узнал. Скуба здесь. Забирается о верлорд. Боже, какая шикарная игра от гла. Кто бы мог подумать. Уничтожается военный завод. Он единственный. Нет, еще один есть. Пошли аванпосты. Придется хеликсам сейчас вернуться. И тут просто полный хаос. На базе чайные. И аванпост. Ракетчики, да, работают. Хеликс пошел. И уничтожить-то хеликса здесь нечем. Просто-напросто. Но ракетчики, кстати, неплохо дамажили. Но это был хеликс с пропагандой. Поэтому будет ремонтироваться. И минус о верлорд. Просто с горем пополам. Здесь вроде бы как отбился бойка. Но три вражеские норы все еще там, где нужно. И здесь было по всей виду несоваровство. Потому что решил поставить с куба норку. Не просто так. Значит лотос спалилась. Так. Кладов все больше и больше. Пошел натиск уже, кстати, с зенитками. Ну и хеликсам будет страшно. Командный центр отстраивает бойка. У с куба уже имеется третий ранг. Тоже нужен командный центр. Чтобы использовать ребель амбуш. Лотос минус. Не контрит ее бойка совсем. Проблема на базе. Дядя Коля вырубает дозер. Единственный, что ли, дозер. Вау. Вау. Все, дорогие друзья. То же самое делает с куба. Что с ним сделал бойка минус дозеры. И достаточно подходящий момент был. Ну что ж. Один военный завод филда. И даже без казармы здесь нюк. Каковы шансы у него? Я думаю, что очень маленькие. Но посмотрим. Один оверлорд с ИСМК есть. И я думаю, что сейчас должен быть последний, как скажем, пуш надежды от бойки. Да, еще спам хеликсов. И если его без проблем отобьет с куба, то уже, наверное, рассчитывать здесь не на что. Потому что дело уже, конечно, в тайминге загла. Постепенно будут теряться здания Чайны. Эти здания уже никто не отстроит. Четыре хеликса в воздухе. Но там только в одном бункере есть. Да нет, в двух бункер. Так, а здесь что? Здесь пулемет. И здесь должен будет быть пулемет. Но все-таки два хеликса есть. Кстати, ракетчиков еще можно сделать китайцу. Через завод, аванпосты, естественно. Но вот не к хорошему здесь сливает сейчас куба свои войска постепенно. Зачем, непонятно. Дядя Коля действует. И вот сейчас-то хеликсы должны посливаться. Или квады? Нет, квады в большинстве сливаются. Всего лишь размен на один хеликс. Наверное, тот самый хеликс, который был... Нет, с бункером был минус хеликс. А вот это неприятно. Единственный каленый хеликс, который остался сейчас с бункером. Есть на карте. Все остальное это пулеметчики, да, пропаганда. Вот это, конечно, минус. Это большой минус. Лучше бы с пулеметом потерял хеликс. Чем бункер с ракетчиками. Да, и в это время, друзья, команда центра демо уже отстраивается. Пока без вторичной экономики играет с куба. Вроде как чистят бойко все позиции. И ведь ребель амбуш сейчас тут как тут должен быть. Дядя Коля. Оверлорд нужно аванпост выводить, да, чтобы сесть. Ну и что? Опа! А вот и ребеля, но некоторые из них на минках подорвались. И просто дамажит сейчас военный завод. Что ж, если дотерпится бойко, подрывается, но завод остается живым. ЕЦемочка была минус. Что самое интересное, пропаганда-то еще есть. А значит бойко и оверлорды может спамить. Вот это на самом деле все-таки небольшой, да, бонус. Пытался уничтожить с куба военный завод этот. Мог бы, кстати, дядя Коля поработать. Может быть поминировать даже. А где дядя Коля у меня? А вот в чем вопрос-то. Сел, кстати, в оверлорд бойко и, по всей видимости, готовит атаку. Ну, боевые автобусы увидим к этому времени. Должно, наверное. Там Хеликсов, конечно, преимущественно. О, не Хеликсов, а Квады преимущественно. Ну, и китаец без сомнений попер. Вперед сейчас. Конечно, действуют демобайки. Вот сейчас попытка забрать все-таки военный завод. Так, и погоня Хеликс исправляется. Ах, как хотел хитро сделать с куба. Нет. Игрок из Америки все пока контролирует. Хоть ситуация, конечно, не в его пользу. Потому что сейчас, если он сливает этот пуш, то, в принципе, катка также сливается. Но посмотрим. Как оно в итоговом счете выйдет. Пока бойка 1-0 впереди. И что самое интересное, на скубу никакого морального давления не имеет. Потому что скуба, в принципе, бесстрашный боец. Играет. Ему, в принципе, пофиг с кем играть. И я думаю, что посоперничать скилли он с любым игроком. Опа. Почти минус. Тут была ЕЦМ. Ну что, пошло пробитие. Пошло китайское пробитие. Очень много здесь квадов. Чем устанавливать оверлорды? Ребелямбуш обнуления ждать. Ну, мне кажется, долго. Ай-яй-яй-яй-яй. Бойка ошибается. Прямо дворец наступает. И минус оверлорд. Это, конечно, непростительная ошибка. Минус аванпост. Да. Очень классный дворец. И Джармин Кэлс сейчас будет вырубать. Также юниты. Еще минус оверлорд. Вот как же безалаберно здесь. О, еще минус оверлорд. Ну и, наверное, это джи-джи все-таки для китайца. Да. Все потеряно. Просто все потеряно. Слив полнейший. Огромное кэш-баунти для гла. Ну, бойка, кстати, флуатная все равно имеется. Жесть какая-то происходит. Все, не остается войск. Что, тянуть будет бойка? Ну, по всей виду, пока тянет. Хотя, смысл-то какой тянуть? Да, шикарно. Два глажника. В итоге это два демо. Да, сдается бойка. Победили. То есть, у меня был вариант, что все-таки Нюх сможет забрать. Но нет. Посмотрите. Два подрывника оказались сильнее на этой карте. И оба уверенно играли. Хоть и не очень, скажем так, важно начал. Бойка стартанул. Но все-таки нормально. Смог победить. И так же с куба. Ну что, друзья, разменялись на этой карте у нас ребята. И мы подходим к следующей. Это Сноудрог. О, интересно. Так. У нас США лазеры. Первые американцы сегодня в данном матче. Это у Бойки. И с куба. Так же США лазеры. Интересно. Мирор. Вот мирор. Это на самом деле очень и решающий фактор. То есть, если даже счет будет в этом матче 5-5, то последняя катка уже мирор играться не будет. Таковы правила турнира. Конечно, там по договоренности. Потому что некоторые играли. Но если ребята принципиально будут стоять на своей позиции, то единственное этот мирор и все. Дальше там уже пойдет реверс. То есть, сейчас, как по мне, во многом очень... Извиняюсь, не убрал изображение. Как по мне, сейчас во многом очень определяющая каточка. Потому что играется мирор, два лазера. Кто возьмет этот бой, и если этот игрок будет все реверсы, в принципе, 1-1 отыгрывать, то он победит в матче. Но, опять же, если бы ДКБ, а в генерала случается всякое, из Кубы начинается вводить ресурсный центр. Нет, второй САП. Денег нет, второй САП. Военный завод казарма имеется. Бойка. Бойка 2 суплая. И 2 казармы без военного завода. Дропы-то будет кто-то готовит? Нет, без дропов. Сразу дозер справа. Для того, чтобы, если что, давить здесь пехоту, если высадиться. Ну, грамотно, очень грамотно. Да, и пошел первый хаммер вперед уже от Кубы. Прошел, пошел, 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 пошел. Кстати, на правый фланг также бойка повел дозер. Ребята подготовлены к данным каткам-картам, говорю. И военный завод уже отстроился у бойки. Как раз-таки хаммер спал, фланг это и заходит. И вот дозер может потеряться, а один ракетчик-то не спасет. Ну, конечно, вряд ли. Ой-ой-ой-ой, шикарно сейчас Куба начинает. И никакой ответки вообще от бойки. То есть, еще и, может быть, захват пойдет, нет? Да, еще и захват от Кубы. И высаживается рейнджер справа, грамотно. Еще один хаммер направо, посмотрите. Знаете, чем-то напоминает игру от Шея. Шея против Домината играли здесь тоже Мирор. И как раз-таки Шея любитель захватывать вышки. И в то время, как Доминатор шел два суплая. И ведь, смотрите, это прокатывает, дорогие друзья. Это весьма прокатывает. И Скуба тоже взял на вооружение этот прием. Хотя, конечно, он, может быть, уже и знал об этом. Но, в любом случае, как по мне, сделал все правильно. И самое главное, удачно. Потому что, если бы было неудачно, то все-таки стратегия тоже рискованная. Бойко получил бы преимущество. Вот от него сейчас будет по левому флангу один хаммер проходить. Отстраивает второй ресурс из центра Скуба. И Дозер один все еще живой справа есть. То есть, слева очень большой риск потерять строителя. Но сап будет отстроен. Да, минус. Ой, в упор нельзя так подходить. Подамаживался немножко хаммер. Справа фланга что? Все захвачено. Но видит, видит, конечно, Бойко этот момент. На базе у него все в порядке. И не мешает сейчас никто. Чуть не потерял, правда, один чинук. Ну, все же. А теперь у Скубы имеются проблемки. Скуба, кстати, вторую вышку у себя только сейчас начал захватывать. Можно было, мне кажется, и раньше это сделать. Так, хаммер не высаживает ракетчиков. Хотелось бы. Уже тоу есть. У зеленого американца. И да, высадились ребята. Лазер лок наводится. Отводит Скуба свои войска. И по хаммерам, кстати, неплохо. Сейчас уже наспамил здесь. Британец. Минус хаммер справляется. Что в это время? Бойко тоже наспамил хаммер. Но пока без стоу. Либо сейчас будут уничтожать вышку. А может быть попробуют ее перехватить. Но я не знаю. Захват есть? Нет. Но пока рейнджеры не выходят от Бойки. Поэтому не понять. Ракетчики уже по карте бегают. Домики занимают. Чтобы свой вижен получить. Все видеть. И в случае чего немножко подамажить врага. Но медичка она всегда ездит. Поэтому медичку всегда будут мне ремонтировать. Но все-таки убивает Бойко вышку. Да. А хотя Скубе эта вышка уже все что нужно дала. Стар дала. Второй суплай дала. И у Скубы сорвано преимущество в деньгах. Своя вышка есть. Плюс у него еще есть и завод. Который дает скидку. И Фейербейс там же ставится. Но интересно. Очень много сейчас у Красного Американца ракетчиков. Бойко не рискует. Точнее не Бойко, а Скубе не рискует. Не подходит. И знаете пачка. Ведь у Красного тоже достаточно массивная. Но только Тоу оставить добавить. Хотя Тоу тоже не всегда решает вопросы. Так. Садятся в камеры ребята. Нет. Решил подойти. С Кубой тут же отошел. Потому что справа фланга уже идет опасность. Хороший построен Фейербейс. И уже стратегический центр со стратегией Search and Destroy. Нужно высаживать ракетчиков здесь. Или пустой хаммер. Погоди не понял. Что Скуба. Да. Пустой хаммер. Припугнул просто Бойко. Еще два хамви здесь подошли. Ну грамотно. Не пустили. Будет стратегия Search and Destroy. И это конечно бонус. Зеленому Американцу. Скуба сейчас ведет игрой. Друзья. Он имеет большие шансы. Для того чтобы выйти вперед. Первый раз в этом матче. И в общем то повести игрой. То есть старт от британца шикарный. И ведь он может сделать все таки одну четвертую. Не повторением финала 19-го года. Кстати кто не в курсе. Смотрите на канале есть финал 19-го года. Там было просто эпичное сражение. Я думаю что для кого не секрет. Какой счет. Вот. Ну не буду называть победителя. Логика против Бойко. Кому-то в новинку. Кто-то только присоединился к нам на мировую серию 2020. Как раз таки благодаря этим роликам и подписался. Поэтому ребят. На моем канале есть полные обзоры мировых серий. 17-го. 18-го. 19-го года. И вот уже 20-е. Также на моем канале есть финалы. Всех остальных мировых серий. Я делал запись. Каждого финала отдельно. Хоть это уже было и поздно. Но я думаю что все равно это актуально. Если вам интересно. Так. И я еще сделал пост у себя в группе ВКонтакте. И в сообществе Ютубе. Как раз таки сделал пост с ссылкой. На всю информацию о всех мировых сериях. Если вам интересно посмотреть победителей и призеров. Так. С право фланга сейчас в ловушку зажимаются хамеры. Ну кстати это гнали минус чинок есть. И есть стратегический центр уже у Бойки. Попозже правда. Да. Ну скуба конечно. Хорошие лазер локи здесь. Надо всех ракетчиков высаживаться. Не высаживаться. Кстати Бойка здесь перебивает. Не ну размина есть. Размина есть. Ну помассивнее пачка была у Бойки. И красиво ребята тут взрываются. Да. Справляется пока красный американец. Ну какое нашествие зеленых ребят. Посмотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хамви. И одна медичка. Твою ж дивизию. А. Вот это не очень приятный момент. Сейчас у Бойки меньше будет войск. Но много ракетчиков. Дело еще будет. Я думаю что заканчиваться. Если падут снайпера. Потому что при такой массивной атаке. Здесь уже ракетчики не спасут. Но сейчас. Вроде бы как и без снайперов. Есть Бартон. В запасе у красного американца. И знаете. Скуба весь перебивает. Если сейчас перебьет всю эту пехоту. То. Здесь просто-напросто будет блок. Казарм. Пропаганда. Не пропаганда. Стратег центра. Уничтожается уже одна казарма. Да. Друзья. Мне кажется что Бойка тут. Все таки отдает лазерный мирор. В американцах Скуба оказался лучше. И сыграла конечно шикарно. Вот реально похожая очень игра. Когда играли шеи против Доминатора. Хотя конек Доминатора. Это как раз и Юса Мирор. 2-1. Поздравляю Скубу. Повел он дальше уже в счете. Ну прекрасно что ж сказать. Мы с вами продолжаем. Друзья. Так. И у нас уже стандартная ТДшечка. Интересно. Вот это уже интересно. Снимая изображение. И опять лазерный американец. Только Бойки выпадает. А Скуба пех. Вау. Ну знаете. Уже говорит сложно о каком-то там армилаке. Потому что на турнирах американцы побеждали пехов. Причем достаточно часто. Достаточно часто. И поэтому дорогие друзья. Ну тут. Говорить об этом. Совсем мне кажется уже неуместно. Что вот. Тут должен 100% побеждать пех. Это совсем не так. Это совсем не так. А что я уже генералов поменял? Или их и забыл даже изменить. Что-то нифига не понял. Ну да ладно. Ну да ладно. Вроде по генералам все правильно у нас. Пех с Куба. Бойки американец. Давайте изменим только саундтреки. Потому что у меня подборочка и здесь есть. Я как раз таки заранее до матча делаю все подборочки. Чтобы вам естественно было смотреть все это дело куда интереснее. Так. Чайна, чайна, чайна. А где у меня подборка чайна юса? Я что такую не сделал? Да ну не может быть. Есть гла юса. Есть юса. Вот это косяк. Ну да ладно. Что бывает. Ничего страшного. Послушаем значит чайна гла. Пускай будет чайна гла. Мы только что юс насмотрелись. Наслушались. Мне кажется не совсем важно как играет саундтрек. Я конечно хотел аутичность генералов так все таки поддержать. А вот. Аутичность я сказал. Ауинт. А. Тьфу ладно. Будут аутистами. Окей. Первый. Вышел. Труповоз. Играет кстати. Дерзко. Куба. С Куба со старта. Два сапа отбойки. Казарма и военный завод. Ну да. В принципе должен дерзить я считаю. Китаец. Он в центр влепил военный завод и казарму. Сап слева и сап справа. Как он в три дозера начал. В три дозера в центре еще сап. Ну с Куба вообще не стесняется я вам скажу. Бойки пришел все отвезти на левый фланг чинуки сейчас. И по правому флангу здесь большие проблемы. У американца. С левого фланга также миниганер заходит. Чек у чинуки неужели такой фаст джи джи и все таки лазер здесь будет беспомощен. Как давит медичка. Ну что ж такое. Не контролем. Не контролем. Опять в один сап вынужден играть американец. Но пока без потери чинуков. Что самое интересное. Да. Ой ой ой. Контраатака. Посмотрите какая шикарная сейчас отбойки. Молодец. И бьет просто напросто сапол траки. Шикарно. Но есть же да. Дрон посмотрел. Видел что мейн пусто. Ничего тут не справится. Видел что дозер пошел вперед. И поэтому бойка этим воспользовался. Причем на своей базе отбился. Посмотрите. Шикарно тормозит сейчас китайскую экономику. А домики здесь. О еще четвертый суплай. Какая наглая соцкуба. Боже мой. Мне кажется ему не хватает казарм. Одна казарма это мало против юса. Это очень мало. И пошел вперед. Дозер минус. Не хватало еще дозера все потерять. В такой ситуации. Да ну. Нет. С левого фланга ставится бункер. Но еще минус сапол траки. В два сапа играет. Хотя с левого фланга суплай то не вырубили. Так и будет сейчас сапол траки чекать бойка. Шикарно. Так. Ну это косяк. Друзья. Отскубы. Что так мало казарм. И тыл вообще ничем не прикрывается. Нельзя ведь. Так. Делать на левый фланг. Последний строитель. Твою ж дивизию. Минус хаммер. Но. Это уже не важно. Какой ценой. Да. Скуба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хороший садится пацан в домик. Да. Какой прекрасный старт от китайца. Ну такая наглая сойти в суплай. Просто не хватило на спам юнитов. Не хватило. Или. Не думал даже о постройке еще казарм. Ну странная игра от Скубы. Хотя я думал уже джи-джи со старта здесь. Так придавило бойка просто турелями. Ну понятно что время теперь на американца. Остался противник без дозеров. Шикарная игра конечно в этом плане. Все таки от бойки за лазер. И он имеет шансы сейчас. Как раз таки за американского генерала. Победить пеха. И затем уже за пеха выровнять счет. Это будет хороший противовес. Проигрышу лазер Мироре. На самом деле. Именно сейчас большие шансы. И бойка имеет чтобы выйти вперед. Да. Ну Скуба еще не сдается понятное дело. Военный завод. Казарма есть. Если эти два важных здания уничтожатся. То джи-джи. Опа. Справа фланга два поста заходят. Проблема китайца еще в том. Что он никогда не увидит яйцем танков здесь. Они очень пригодились бы. А вот снайпера будут. Даже. Не важно. Там выбиваются дозеры. Не выбиваются. Снайпера не всегда будут. Так. Флешки есть уже. У лазера. Выбивается. Раз аванпост. Выбивается. Два аванпост. Крест-накрест. Просто ребята здесь ложатся. Куча колесиков. Классно. Ой, тут я уже какие-то начинаю эти махинации проводить. Да? Да. Ну и разбираются ребята. А пока весь центр упеха. Труповозы надо. Надо больше делать труповозов. Я считаю. Хотя. Флешки тоже есть. И Хамви-то не особо теряет бойка. То есть микроконтроль. То просто шикарно. Сейчас. Ракетчики здесь на подходе. Ой-ой-ой. Не удалось доработать суплай справа. На ракетчик лазерлоки не наводят. И до сих пор Скуб играет в 4 сапа. Даже не флотит. А нет. Флотит. 3 500 у Скубе. Но у Бэйки уже второй ранг. И он ближе к третьему. Хотя третий ранг пеха тут ровным счетом ничего не дает. Так. Ну что. Атака. Американская. Нет. Нет. Пока американец отошел. Бьет просто дома. Но там есть флешки. Естественно. Выселение. За неуплату. Минус труповоз. Ребята не высаживаются. Поэтому оглушенные. Растерянные. И голодные без половины хп. Тут же ребята с флешками. Рейнджеры. Да. Но пока вроде бы ситуация все таки под контролем американца. Не знает пех как продолжать дальше играть. Стратегический центр уже почти достроен. И стратегия Search and Destroyer даст еще больше. Естественно плюсов. Но мне кажется что реально сейчас дело просто до снайперов. Потому что появятся снайпера и с куби уже пехота ну не нужна вот здесь. А без повышения там без мигов. Да. Ну были бы миги хотя бы. А без мигов это уже очко. И строится командный центр сейчас. Главное не терять. Бойки свои хаммеры. Search and Destroyer да есть. Пацанам 20% дальше пуляет. И то очень хорошо разбирает пехоту. Правда минус уже есть хаммер. Минус 2 хаммера даже было. И медичка. Да неприятно. Чинук падает. Еще один труповоз поджимает. Воу. Как врубился в работу с куба. Но уже почти 3 ранг. Осталось всего лишь. Чуть меньше 2. Уже 200 экспоинтов в бойке. То есть убьет еще вот такую пачку пехот. И появится снайпера. Это конечно плохо для с куба. Я думаю что он все прекрасно понимает. Если не додавит. То уже рассчитывать здесь. Да. Поэтому идет вперед. 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 Куча пехоты. Нужно постараться уничтожить. Хотя казарма у нас 2 имеется. Так что здесь. Да. Печалька еще какая. Печалька еще какая. Пошел. Аванпост сбили. Дрон кстати стоит уже. Командный центр. Третий ранг есть. И пошли ребята снайпера. А вот теперь вопрос. Что делать. По всей видимости будут уничтожаться естественно. Здесь стратегический центр. Это не страшно. Снайпера уже отрабатывают пехоту. Изи. Ребята далеко не дойдут. Ну и здесь стратег центр. Уже мне кажется что не так важен. Когда есть снайпера все таки. Потому что снайпера будут делать всю работу. Да. Главная задача любого американца дожить до снайперов. Сейчас эту задачу Бойко выполняет. Хоть играет в один суплай. Конечно преимущество по деньгам ускобо большое. Но. Никакого развития. Лазер локи. Изи. Наводятся. Можно спокойно бить. Да. Но труповой снайпера сразу убивают ребят. Просто без шансов. Офигеть. Чинук минус справа. В центре еще попытка. Но тут надо всю пехоту сажать в посты. Нельзя вообще бегать голыми ребятам. Это будет бесполезно абсолютно. Лазер локи повсюду наводятся. Все контролирует Бойко. На самом деле шикарно от него играть. Сейчас конечно здесь. За американца. Выполняет полностью всю свою функцию. Даже можно без потери обойтись. Без потери обходится. Здесь ребята с флешками. Ну не знаю. Справится. Снайпера тут как тут. Мне кажется что с куба уже просто тянет время. Так как ничего не поделать. Абсолютно. Мигов здесь не хватает. А мигов и не будет. Да. Шикарная игра конечно. Отбойки. Вот этот контрараш. Одним хамви. Который забрал тут два бульдозера. Блин. Это конечно что-то чем. Нет. Извиняюсь. Один бульдозер то здесь в центре забрали. А вот как раз таки второй бульдозер был забран слева. То есть. Ну нельзя так рисковать. Рискнул. Рискнул очень сильно с куба. Пошел в экономику. Блин. Всех строителей просрал. Ну и здесь. Ладно если бы хотя бы три казарма имел. Потому что одна казарма за пеху против Юсона. Это вообще. Это. Нифига не серьезно. Маленький очень был спам пехоты. Не получилось додавить американца до третьего ранга. Но есть у китайца третий ранг. Он бесполезный. Опять же минус труповоз. Тут же сейчас все будет уничтожаться. Без потерь играет абсолютно. Теперь бойка. Ну имеет на это полное право. Стратегический центр пока не отстраивает. И на право фланг кстати не летает. Добывать хотя можно. Нет полетел один чинук. Да и пачка на базе. У американца все увеличивается. Увеличивается. Будет захватываться ловушка слева. Справа китайцы. Не думал пока о захвате. И есть уже захват. А так бы я думаю. Если бы дозеры тут скупы не терял. Может быть и додавил бы. Ну такая же фигня была и в первой игре. Знаете. Если бы до кабы. Ну а бойка все сделал шикарно. Грамотно. Уничтожается просто-напросто вышка. Чтоб никто ее не захватил. Ее никто и не захватит. Да. Ну и в центре здесь уже хамеры гуляют. Будут сейчас высаживаться ребята. А заранее выбегают. Грамотная работа. Так. Ну встали хамеры. Ждут. Ну действительно торопиться некуда. Потому что по таймингу здесь чайно отдается в любом случае. И бойке просто сейчас таким темпом недалеко останется и до пятого ранга дойти. Ну вот она бьет. Двойная 10. И минус военный завод и казармы. Все. Песенька спета дорогие друзья. Отдыхается. Китаец. И 2-2. Бойка. Шикарно берет игру для себя за лазерного американца. Что ж тут скажешь. Просто шикарно. То что ему и нужно было. Ну что же дорогие друзья. Очень долгие матчи. Сыграно только 4 катки. Уже 50 минут позади. Обычно матчи за 50 минут уже подходят к концу или заканчиваются. А здесь только все начинается. И сейчас момент истины. Что сделает теперь бойка за американца. Не знаю. Это не бойка. А скуба. Скуба играет за американца. Поменяем генералов. Так. Бойка у нас. Пехотник. Но скуба лазер. А вот посмотрите. Я думаю что сейчас стоит заострить внимание на том. Как сыграет. Китаец. Потому что я уверен. Что от бойки будет 2-3 казармы со старта. Но как по другому играть. Я не знаю почему скуба сыграл именно так. Конечно. Вся его цель была. Это ресурсы. Но поторопился. И в итоге всех насмешил. В частности американцев насмешил то. 2 казармы сразу ставятся от скубы. Для того чтобы быстрые флочки естественно выучить. И бьется командный центр. Стратегия такая знаете. Не особо популярная. Но есть такая стратегия. Ты бьешь командный центр. И если не ошибаюсь. То ли 8 рейнджеров сейчас получит скуба. То ли сколько. И будет очень куча ребят с флочками. Да. Грамотная игра. Но посмотрим как будет это контрить пех. Потому что стратегия. Ну представьте себе. Вы продаете и получаете косарь. Или вы бьете командный центр и получаете рейнджеров. Там на косаря 2 наверное. Сейчас нужно посчитать сколько рейнджеров будет. Потому что момент реально очень интересный. Левый фланг пошел один дозер. Без военного завода стартует американец в один саб. И что у нас в пех. Раз казарма. Суплай военный завод. Бункер. Пока одна казарма. Но по крайней мере бойкот дефит свои основные ресурсы. Военным заводом. Бункером. То есть не так рискованно. Вот они рейнджеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шесть. Один сад. Двенадцати рейнджеров. Офигеть. Да. Дропы пошли. Ага. Вот оно что. Ну слушайте интересно. Вот это интересно. Ребят, записывайте себе какой-нибудь блокнотик. Да, обязательно. Изучайте. Потому что если вы будете играть с соперниками, которые у вас постоянно бьют. И вы сможете их чем-то удивить реально. Пошел дроп всей этой пехоты. На то, чтобы заблокировать сейчас военный завод. Боссы шикарная. Какая игра от британца. И посмотрите, как ложатся сразу тут. Вторая казарма уже есть у бойки. Так, интересно. Бьется военный завод сейчас. Да. Я думаю, что не ожидал этого бойка. Тут же контрарашит мини-ганерами. Дозеры должны здесь давить, справляться. Микроконтроль еще много решает. Но Дозер что-то как-то спит. Дозер. Военный завод заставляет продать китайца. И весь мейн сейчас основной будет просто разбиваться. Да. Красиво. Слушайте, какой раш китайца. Очень красиво. Но Дозер надо контрить. А второй Дозер, что не контрится на ешке-моталке. А минусы по алтраке. В один ресурсный центр остается бойка. Военный завод уже отстроился. Я думаю, что здесь нужно играть труповозами. Казарма уничтожается. Дозер закилить. Но есть еще один в запасе, если что. Конечно, сейчас если бойка все дозеры потеряет, я думаю, что ситуация будет равноценной, как в прошлой игре. Но хотя здесь уже стратегии разные. Ну как так-то терять чинуки, блин, а? Один чинук остался. Блин, ё-моё. Ну вот такие маленькие моменты, да? Красивый раш. Все прекрасно. Но пришло два красногвардейца испоганили всю экономику. Это называется контра хорошее. По экономике, да. Минус еще. Казарма. И бойка остается лишь только с левого фланга сейчас. Два дозера так и не угнались. Но как так? Просто мега смешно. Да, есть чинук новый вышел. И перехват электростанции в наглую. Пошел уже. Эйрфилд, кстати. Для того, чтобы мигами сыграть, по всей видимости. Но тут бункер, и ребята, конечно, сели. Да, то есть бойка тоже, знаете, грамотно задефаться. Если бы не терял здесь чинуки из куба, я думаю, он уже отстроил бы военный завод. И уже хамеры гуляли бы полноценно. Опять мимо. Да, главное, конечно, исполнение данной стратегии. Ну и бойка. Кстати, уничтожается последний ресурсный центр китайца. А вот это проблема. У бойки 2200 остается. Распродается соплайер. Распродается военный завод. И остается всего два здания у китайца. Все это сделано для того, чтобы в будущем все-таки отстроить, по всей видимости, пару мигов. И еще хватило на суплай. Скорее всего. Да, раз вышку захватят. Но с куба вообще проблемы с деньгами решает сейчас идеальным способом. Молодец. Я не ожидал, что с куба сыграет настолько шикарно. И сейчас имеет шансы сравнять. Не сравнять что-то, а выйти вперед. Но это очень странно, когда пехи дважды проиграют американцам. Такого я еще не видел. Это просто жесть. Какая же грамотная игра. Но дозер справа-то выживает. И здесь уже ресурсный центр. Я не удивлюсь, если новый мейн с военным заводом там появится. Да, поэтому пока о победе американца говорить очень рано. И я думаю, что он не оправдал. Нет, Хеликс будет! Хеликс успел выйти. Может быть, оправдал себя здесь. Так, интересно. Военный завод что? Нет? Пока нет военного завода. Чинуки только восстановил. И то на одном сапе. Но он играет в один сап. И захватывается вторая вышка. По всей видимости, мини-ганеров забрал в себе Хеликс. Пока без бункера. И правый фланг не отследил с Куба. Вот в чем его сейчас вся проблема. То есть чуть-чуть. Буквально так близко к победе сейчас был с Куба. Но бойко отстраивается, дорогие друзья. Вот что означает микроконтроль и макроконтроль. На базе очень много пехоты. Хеликс полили. Второй ресурсный центр у американца имеется. Боже, ну эта игра реально очень подходит под топ реплей. Как раз таки характера обучающего. Потому что, ну, не все могут подобные стратегии против китайцев юзать. Не все знают, как это делается. И вот с Куба наглядно показывает. Только есть, конечно, небольшие косяки в контроле, там, на базе и так далее. Ой-ой-ой, какой Хеликс здесь красивый. Контра-Раш и Дозера опять теряет с Куба. Опять теряет Дозеры. Ну, твою ж дивизию. Если бы сегодня терял меньше Дозеров с Куба, я думаю, он уже мог А4-2 вести, блин. И 3-2 и 5-2. Ну, серьезно. Столько потерь от Скубы Дозеров и будете переграть без военного завода. Жесть. С левого фланга опять пошел перехват электростанции. А вот бойко как раз таки грамотно. Своих строителей 2 целых и ничего не теряет. То есть в бойке в этом плане контроля побольше имеется. И заботы о своих Дозерах, да. Ну, что ж, отстраивается электростанция. Справа. Пока без завода играет, между прочим, да. Много пехоты, но на самом деле подропать бы дальше. Почему нет? Хотя сейчас Хеликс будет прерывать все дропы, если будет контролировать. А миниганеры они очень сильны. Вот да что стоило, блин, отстроить Аэрофилд и тут же его потерять. А сколько проблем сделал Аэрофилд. Если бы не это решение, то точно бойко уже тут проиграл бы. Но решение оказалось мега классным. Опять же, друзья, вот вам пример, как контрятся такие стратегии. Если вы даже не знаете, что соперник будет так играть. Красивое исполнение, а также отбойки. И будет сейчас, скорее всего, перехватывать вышку. Пошла пехота вперед. Здесь уже должен отстраиваться по всеми вместе военный завод. Правда, денег нету. Второй суппла отстраивает бойко. Так. И Хеликс гуляет. Хеликс дежурит. Ракетчики, конечно, с лазерлоком будут здесь очень опасны. А можно высадить и все. И миниганеры пойду спокойно их бить. Потому что флошечников нет. Но если Скуба дойдет до третьего ранга, то появится проблема опять же. Но проблема Скуба в том, что он постоянно теряет свои дозеры. Кто-то назовет бойко дозер-хантером. А я бойко назову человеком, который умеет легко сохранить свои дозеры. Вот и все, друзья. Потому что тоже мог Скуба это сделать. Но он просто не смог. Шансы не дали ему на это. Вот и все, я считаю. Вышка перехвачена, кстати. А тут по себе дроп. Да, и флошечники, и ракетчики. Не, ну это бред. Да, и потихонечку, полигонечку. Еще одна казарма. Бункеруется уже. И пехота через бункеры точно никак не пройдет. Шансов никаких нет. Чинук минус. Грамотно. Хеликс все еще летает. Сейчас, наверное, будет работать над вышкой слева. Да, и одной пехотой, конечно, Скубе тяжело разрулить. Но чисто если взять по скиллу, реально, по вариациям стратегии, Скуба ничуть бойки не уступает. Он даже Мирори его запинал. Тупо не хватает контроля дозерами. Вот и все. Это сейчас единственная ошибка Скуба. Грубая ошибка, скажем так. Потому что бойка в этом плане справляется прям шикарно. Все предусмотрел. Все варианты предусмотрел. Бьется сейчас просто вышка, но она, конечно, подольше будет чистыми мингайнерами биться. Поэтому непонятно. Наверное, не успеет Хеликс тут. И справа фланга нужно плывконтрить. Электростанция заранее отстраивается. Слева уже отстраивается. Вновь Филдяра. Ну и миги будут, конечно, разруливать. Денег-то хватает сейчас у китайца. Вышка все еще жива. Тяжело играть две косармы против Пеха. И без шансов на дальнейшее развитие. Но и ранг, в принципе, сильный скубит. Тоже никто сейчас здесь не дает. Потому что снайпера реально могли бы решать дела. Но миги, 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 миги пойдут. Нет второй Хеликс, кстати. Никакие не миги. А, нет, извиняюсь. Это все тот же первый Хеликс. Но сейчас такой момент. Я не понял. Че Синок присел-то вообще? Интересный момент. Так, лазер-лазер-лазер-лазер-лазер-лазер-лазерер-лазер. Здесь миг. Бьют. Седящий на земле Чинок. Соляра кончилась. Ничего у них там. Из левого фланга пошла пехота Опять же надо отвадить свой хеликс Ой-ой-ой, как много пехоты ускобили Но денег куча, тратить-то надо Но правда в том, что одной пехоты Здесь уже не разрулить Просто нереально Проходить через... Если бункеров Не было бы, то ладно А там столько мини-ганеров в бункерах Что ракетчики... Тяжело Надо сверхмного ракетчиков, чтобы через Мини-ганеров пробить бункер С большими потерями Опять тут дроп Так, под филдяру Или куда? Ой-ой-ой, ну куда на бункер? Охота за дозерами И то не удается, опять же Да, была попытка охоты Тут выбить дозер и бункер, но опять же Неудачно Бойка все делает шикарно, но бункер здесь Кстати, тоже не теряется Вот это ужас Это ужас, это страшный сон для скубы Минус бункер, но Размен, конечно, не в пользу американца Совсем Да, друзья-друзья Мне кажется, уже скуба Просто здесь оттягивает время Отдает победную игру, как по мне Своим не Вниманием К своим же строителям Нужно им уделять больше внимания Так бы мог уже и Далеко-далеко скуба уйти в счете Но нет Что в первой игре, да, мы вспоминаем Все просрал Сейчас все просрал В таких ситуациях, когда мог победить Так что здесь, конечно Жесть И командный центр отстраивает уже Бойка Третий ранг уже имеет И сейчас пойдут повышения Просто минус две казармы Изи одной ковровкой забрать Вот, дорогие друзья И приплыли Опять какая-то попытка была непонятная Пролетел чинук Не отдаст Бойка, не отдаст Ну, на самом деле-то Фишка в том, что Бойка все-таки Потерял одни дозер Да, здесь справа Да, и скуба пытается Единственный закирить Но нет Бойка прекрасно это понимает Поэтому не отдаст Опять будет дроп Мега-дроп Успеет ли командный центр? Ну, должен Тут даже если будет дроп Миги-то контролирует Плюс мини-гайнера в Хеликс И просто не получится даже долететь Как по мне Интересно, конечно Скуба играет Ничего не скажешь Да, уже 10% осталось И последний заход от американца Ковровка должна лететь уже на казарм Как по мне Где ковровочка? Пока не видно ее Дроп на правый фланг пошел здесь О попытках выбить бункер По всей видимости Да, пошла ковровочка Пошел арт-удар Справа фланга давит Американец И куда здесь? На Электростанцию Нет, все Все, на казармы пошло Не долетает, кстати Ковровка Ну, все Решил арт-удар В принципе Его точно не остановить И теперь Скубе Нельзя вот так просто Тратить свою пехоту Сейчас Конечно Сливаются тут просто все Джи-джидры, друзья 3-2 Бойко вытаскивает Полностью зеркалку И делает это, конечно Ну, мега-шикарно Мега-грамотно Я просто В восторге Попрошу секундочку А то таких длительных замесов Уже приходится проводить процедуры По очищению Носовых пазух Горла И так далее Ну что, друзья Продолжаем Эпичная пустыня Получилась Реально Вот у этих ребят Матчап Ну, просто Мега-красивые Соммер-арена Следующая карта Что будет По генералам Вот в чем вопрос Итак США ВВС Бойко И Гла Секретные войска Скуба В очень интересный Матчап В котором Лично я считаю Может и ВВС победить Может победить Естественно И Стелс Но вот Вопрос Кто? Кто? Единственный вопрос Потому что Гла Это профиль Скубы Я думаю Что Играя против Эйра Он будет делать Просто все Для того Чтобы застроить Карту Ну, лично я По своим личным Наблюдениям Я раньше На самом деле Очень много Пересматривал Стримы Бойки Как он играет Один на один Мне реально это нравилось Особенно его игра За гла Сейчас, конечно Уже не столько Времени на это есть Но В общем, я знаю На что он здесь способен Но сейчас-то играет За гла Именно скуба И Военный завод Не через филды Начинает у нас Играть Бойки, кстати Уже На этом турнире Давно проверено Что все-таки Ребята Которые начинают Играть через военный Завод Как-то у них Лучше получается Чем через два Филда И посмотрите Шикарный дозер Полностью отменяет Ресурсную Центрную норку Справа Оу В один сап Остается скуба Да Шикарный дозер Просто Я не знаю Для чего Просто все Отменил сразу Здесь скуба Минус Рап И мега Неудачный Старт от гла Есть одна Такая норка Здесь неприятная Хаммер уже пошел На левый фланг Сейчас ее Точно спалит И подрыв Здесь будет готовиться По всей видимости Мне приятно Все дозер забрали Да Отходит Хаммер И в два сапа У нас Американец Полноценно Ну знаете Когда Все таки ВВСник Своего оппонента Гла Превосходит В деньгах Это мне кажется Уже какой-то Хаос для гла Ну посмотрим Что будет Техничка Первая заходит Отменяется Фэйрбейс Забирается Дозер Вот что я отмечал Друзья Грамотная работа Сохранить дозеры При том что Есть командный центр Бойка не стала Его продавать Понимаете В чем прикол Он даже здесь Дорожит своим строителям Просто в дозер Его и убрал Все блин Ай-яй-яй-яй Кват Отводится здесь Ну такая Агрессивная игра От скубы На самом деле Включить Во внимание То что он начал играть В один суплай Грубо говоря У него очень много денег Было в запасе И для того чтобы Нас память юниты Поэтому Вроде как Бойке нормально Соперник Потерял сап Но с другой стороны Бойке приходится Такой напряг со старта Выдерживать Пошли тупо Одни квады И пустые хамеры Фэйрбейс Все таки будут отстраиваться Попыточка на это Вау Какой подрывник Заходит с центра Ё-моё И сейчас Очень было опасно Конечно Квады здесь Разрушают Вот это Переворот Просто жестокость Какая-то От скубы Да Вместе еще Убертейч будет Минус в итоге Дозер Остается на своем Мэйне играть Нужно срочно Засаживать Ракетчиков здесь И шикарный Сейчас шанс Для скубы Он отстраивает Второй ресурсный центр Шикарный шанс На то Чтобы все таки Сделать счет 3-3 И уже за эйро Тащить Так Отходит техничка Высаживает Ракетчиков Ченуки здесь Пытается положить Гла Один-то вышел А вот второй Тоже выходит Нет Не добивает Или добивает Добивает Шикарная работа Но два ченука При своем Одном саплай Остались Поэтому бойкий функционал Одного сапа Полностью идет И вроде как отбивается Граб здесь зашел слева Да-да-да Американец Отбился В итоге-то От такой жесткой атаки Ну один Здесь трехлочковый Кват погода не сделает Забирается Наглый Рат На Рат Сразу отменяется Такое не прокатит И создается Еще один ченук На левый фланг И отстраивается Вновь второй Саплай Жесть Да Один из самых Интересных замесов Вообще Если взять Все пары Мировой серии В особенности Одно-восьмое Ну Блин Я еще не видел Неинтересных замесов В одной-восьмой Ну реально Просто нет такого То есть Встретились Очень мощные Сильные игроки Опа Техничка справа С подрывом Если Ой Два здания заберет Будет неприятно Пока стоит Разведка что ли Пустая Да Разведка Разведка Отвлечь Американца От нары С левого фланга Но пока Бэйк на это Просто-напросто Не ведется Даже Посмотрите Видит что Ускуба Ничего там не высаживается Хотя пошел Ну и Фейербейс Лево что Нет не пошел Да Да На развод Такой не поддается Американец Просто пошел Здесь уже Юниты вышли Ну шикарно Может быть Кто-то поддался бы Но не этот парень Тоже на опыте Хотя Если сравнивать Вообще Бойку и Скубы По Относительно По опыту Да Наверное Опыт примерно Одинаковый Но фишка в том Что Бойка Это не такой старый игрок То есть Скуба там играет Еще со времен Блин Палеозоя Наверное Как только выходили Генералы А вот Бойка Всерьез Начал играть Прям Ну уже показывать Более-менее Какую-то игру Это где-то В шестнадцатом Пятнадцатом Году То есть Только тогда Начал этот игрок Расти Когда 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 Скуба Давно Был Экспертом Вы понимаете Да То есть За какой Короткий Срок Бойка Стал одним Из самых Лучших Гороков Мира И пока Держит Планку Но играет Он очень Много Задротствует Невероятно Много И в принципе Это Ему помогает Также У Бойки Куча Челленджей На деньги То есть Ему все Предлагают Проводить Матчи На бабки То есть В месяц Я думаю Что Бойка Там С челленджей Неплохо Зрабатывает Скажем так От 50 До 100 Баксов Точно По крайней мере Зимой Это было Вот Ну и Также Стример Бойка Донаты Ему тоже Кидают Поэтому Если так Предположить То что Он так Много Играет Задротствует Постоянно Блин В сети В генералах То Я предположу Что возможно Даже нити не работает Может халтурит Потому что Доход ему все таки Его любимое дело Несет Вот И как то он Высказывался На чем то Стриме Или в комментариях Что Пока ему не надоело Он будет играть Как говорит Надоест Он сразу же закончит То есть Тут Ни при чем вообще То что Тут зарабатывает Не зарабатывает То есть Пока говорит Для него актуально Он играет И он не знает Сколько еще будет актуально То есть Он говорит Может в любой момент Просто закончить играть Но как мы видим Совсем не так Все таки Форму не теряет Пацан Играет Активно Много уже хаммеров Американца накопило С левого фланга Хорошая оборона И стратегическое центро Да Уйдет сейчас Американец Search and Destroy И ведь у стелса Проблемы Только Прибавляется Хотя Вот появляется Дворец Рокетбаги Здесь реально Могут решать вопросы Скуба Знаменитый Не только Как эксперт Ну и как Скандалист В мире генералов То есть Он очень любит Участвовать в скандалах Очень любит Выражать свое мнение Да Которое не всем нравится И так далее Но на самом деле Без таких ребят Было бы очень скучно Поэтому Спасибо большое За это скубе Он на меня Я конечно обижен Но я все равно Как игрока Его уважаю Обижен За то что Знает он Как я о нем Отзывался После игры с Асусом Хотя я его особо Там не обзывал Он ничего говорил Я лишь просто говорил Не говорил Просто смеялся Над ним Над его бесплатным Проходом Он все это запомнил И недавно Мне все это выговаривал В чате На стриме Когда была Жеребьевка Да Поэтому Не особо Ровно ко мне дышат Как говорится Но ничего Я хорошо К нему отношусь И я уважаю Как скиллового игрока Вот И мне очень нравится Что в комьюнити Есть такой человек Который Вносит жару Грубо говоря Ну если у вас есть желание Можете мои слова передать Что у меня никакой К нему ненависти нету И здесь замес уже В правой части карты Сейчас Ох как заходят хаммеры Ну и так же отходят Рокетбаги то уже появились Джармен Кел Так Техничка минус Ну я вам скажу Что у угла Сейчас проблема появляется Потому что Американец-то Проходит дальше Здесь Ну и пока Кстати перворанги Там и там Снайперов еще нету Это На милость Стелсу Касаду Выбивается нора И Пустой дворец Почему пустой дворец Боже мой Чуть зафейл От скубы Сейчас просто уберет Дворец Бойка и все А почему так происходит Скуба Дозер не контролим Дворцы не контролим Блин И уже ковровочка Легла хорошо Минус серобы Минус военный Завод Ну и Минус второй сап Жесть просто Вышки никто не забирал И сдается скуба 4-2 Дорогие друзья Мини камбэк Отбойки После Проигрыша В лазер-мироре Но что-то подсдал Скуба Немножко Хотя Ведь он очень близок Чтобы повторить Как раз События 19-го года Но не финальный счет Потому что там Бойка Если попадет Я думаю Что уже на победу Будет точно играть Там потому что Он должен был вообще Побеждать В той мировой серии Но Все пошло Так как пошло Что ж Меняем генералов Бойка Теперь у нас Сражается За Своих Любимых Глажников Из Скуба Эйр Два очка Ускуба Но сейчас Вообще Справедливости ради Я считаю Что британец Должен Хотя бы Сделать 3-4 И оставить Для себя шансы Причем от него Два филда Уже Значительно Стратегия Меняется Вот ВВСника Во второй игре Два сапа От Гла Подрывники Дропов Никаких По всей видимости Не будет Хотя Может быть После Постройки филда Нет Уже Дроп Дропать Будет очень поздно Максимум Думаю Дозер Пойдет Здесь По своей площади Искать Вражеских Рабов Справа фланга Коррестка Уже не успевает Быстрый Раб Оказался Ну и Классика Друзья Пойдут Каманчи Пойдут Апгрейды На Каманчи И Нет Каких-то Прям Мега Злых Нор Потому что Обычно Такая стратегия Со старта Останавливается Но если Вот здесь Нора Прокатила И Третья Филд Дяра От Скубы Интересный Момент Надо запомнить Третий Филд Ну по экономике Блин Два Суплая Уэра Конечно Подешевле Каманчи Не Каманчи Извиняюсь Ну Каманчи Тоже Естественно И Ченуки Поэтому у него Со старта Экономики Хватает Пошел Первый Каманчи На правый Фланг Раб Норочку Здесь Застроил Я думаю Что бойка Уже Понял Все Без Норы Шикарно Сейчас Рабы Здесь Погибают Грамотно И что Кват Пошли Все Кваты Ну вот Она Вот она Злая Нора Которую Не хотелось Пропускать Справа Еще Ближе Пошел Рабик И С левого Фланга Еще Пошел Рабик Интересно Дозер Минус Раб И С левого Фланга Наглый Совсем Уж Рабочий Бежит Без Ботинок Вот она Никто Наверное Не пропустит Фойск Контроль Не пройдет Не Куда На тусовку На дискотеку Без ботинок То Меня Как-то Помню В Питере В клуб В штанишках Не пустили Хотя Они нифига Были Не спортивные Но Что-то Там Дресс-код Посчитал Что они Были Спортивные Ну да ладно Подумал До свидания Так-то Я не особо Любитель По клубам Ходить На этом Друзья Настаивали Ну и Думаю Хорошо Да Посмотрите Как Убирается Рабы Распродается Справа Суплай Ну много Уже Здесь Зенита Хотя Как много Так Полили Кобутых Штук Десять Было Всего Два Ну и Ракетчики Третья Выходит И посмотрите Прокатывает Он Прошел Фейс Контроль Ё-моё Без ботинок Минус Чинук Косяк И сразу Суплай Вот это Конечно Создавал Скуба Себе Проблем Вроде бы Все Отрубил Глашеньку И как Такую Норку Позволить Можно было Есть Апгрейд Разводится Войска По сторонам Минус Каманчи Ё-моё Три Каманча Слив Но минус Хотя бы Нора И рап Чинуки Зря Привел Да Это просто Какой-то Фейл Ну красиво Ребят надо подметить бой Как красиво Все сделал Что что скажешь На невнимательности Соперник Отыгрывает Прям еще Минус Каманч Ну тут уже Понятно что Гла все потеряет Но размен Не в пользу Эра совсем Абсолютно Абсолютно Это тайминг Гла сейчас Успеет Влепить еще Суплаев А может И вышки захватить Потому что Потеряно Очень много Каманчи Здесь Норочку Конечно Не должны давать Отстраивать Но пока Один сап Что-то я Бойки не вижу Тут дрон Еще висит Все палится В центре нора Может быть в центре Суплаев Видим Да Ставится Территория Вроде как Американцам Здесь не палится Ну и Трифилда Работают Все Восстановились Каманчи слева Не Каманчи Естественно Ой-ой-ой-ой-ой Радар Шикарный Минус Каманчи Чнуки восстановились И всего лишь Один идет К основной базе Да Шикарно Сейчас Конечно На контроле Работает Бойка Минус Здесь Один подрывник И Минус Еще Вертушка Да Как же Так Какой Шикарный Старт От куба И опять Теряет Он Все Из какого-то Одного Рабика Который Был Даже Без ботинок Просто Ворвался На дискотеку В соседнюю Деревню Блин Столько Дел Натворил Боже Из такой Ситуации Вылезает Бойка Потерял Со старта Просто Все Блин Не смог Так Сейчас Переломить Ход Ситуации Теперь В принципе Здесь 50 на 50 Благодаря Своей шикарной Игре Именно Сам Вертушек Это Просто Очень многие Говорят Что Типа Вот Там Эр Имба Блин Вертушками Играет Гла Тяжело Ну что Кару Показывал Что Сейчас Бойка Показывает Блин Да Можно Играть С вертушками Вы играете Только Грамотно Разводите Войска Как Убойки Экономика Наладилась Уже Пошли Пацаны На захват По всей видимости Направо Раб Ну да Стелс Не стесняется Ремонтируется Нора Не нора Извиняйся А вышка Два Команча Летает Опять же Минус Подрывник Ну я думаю Что нам И не получится Здесь залететь А вот На правый Фланг Вырубить Раба Вполне Интересно Будут Какие-то Опять Контр Выпады Отбойки Ну слушайте Наращивает Понятно для чего Там норы то нету Может сюда хотел влепить Ну или Для себя помечать Что где-то здесь Есть норка Стингеры Просто стингеры Хорошее решение Через центр Здесь уже Но Здесь две норы Бойка вылезай Нет Бойка не вылезает Странно очень Что войска Все где-то слил Я что-то не заметил Да нет Вот войска Есть Че он так поздно Но минус Одинка Манча есть Размен здесь Правда не в пользу Глад целый Суплай потерял Еще и дом Но его можно починить Сидел там пацан Справа фланга Вот здесь Вышел Вовремя И опять Скуба Даже увел Назад войска Бойка Ну шикарно Боже Как он контролирует Вы посмотрите Вылез с центральной Нары И опять Скуба Посасывает Лапу Здесь теряет Очень много Каманчей Боже Ну как же так А Вот это прикол Ну Бойка Реально Заглав Просто Мега Шикарно Играет В такой ситуации Молодец Вышку Уже кстати Захватил Одно Про другие Вышки Пока Молчок Здесь даже Ребелей Нигде нету Но пытается Скуба Контрить Саплай справа Чтоб Глад там Ничего не сделал Здесь уже Стингер Есть Нарада Строится Опа И улететь Придется Опять Не контролируем Трехлычковый Каманч Ложится Да Не Товарищ Скуба Но здесь В общем то Но нельзя Так я считаю Нельзя так Сливать Такие юниты Да У тебя Трифил Да Да Два Суплай Работает Да Какой-то пачка Не увеличивается Каманчей Ты их Постоянно Теряешь Блин Играл бы уже В хаммере В стандарт Ёлы-палы Хотя бы Дозер Если То ладно Уже в три Суплай Играет Два Дозера В центре Вышка Захватывается Должен Слышать ВВСник Это слышит Как я и напоминал Уже в игре Отлетает Боится Ну как так-то Как я уже в игре Напоминал Скару Что вертушки Все-таки Слышно Когда они летают Также слышен И захват Поэтому Реагирует Бойка Также и на слух Отстраивается В центре Суплай Вновь Стингеры Забрали вышку Но косарь свой Получил Ребель В копилочку Глобальной Как там Мао Международная Армия Освобождения Во Ну или Глобальная Армия Освобождения Глобал Либерейшн Армия Вообще Ну так оно и переводится Мировая армия Освобождения Да То есть Кто не знает Это типа Гла Извинись Не Гла Чайна И Юса Типа Мировые Сверхдержавы И вот как раз таки Гла Это Те кто Пытаются Не идти под диктатурой Китайцев Американцев И ведут свою политику Ну вот в общем то Они ведут Сейчас Американцам Прописывают Хороших Люлей Так Ну тут Далековато Ребята Да Минус Казарма Была Отстроить Не проблема Так Им дают Справа Работать Каси Казалось бы Территория Бэйка Ну слева Стравится Сублайн Слева фланга Также вышку Уничтожили Заранее А вот справа Не поработал Пока еще С куба Но сейчас Уже внушительная Пачка Достаточно Десятая Минута игры Идет Вышку Нужно добивать Добивается То есть С одной вышкой Гла сидит Казарма В центре Отстраивается Но я знаете Смотрю что У бойки Позиционки Уже все Шикарно Становится Но здесь Раб Должен Контриться Стоит Каманч Непонятно Нара Читал Газеты Может быть Порно Журнала Немножко Не засмотрелся Нараба И потом Опа Бежит Пацан Есть Стратегический Центр И Броня На Плюс 20 Да К броне Или плюс 10 Не помню К броне Зданий Всех США И отстраивается Командный Центр Да Но 2-2 Пока По По Повышениям Буйка Немножко Позади Хотя Уничтожил Много И Ковровочка Ложится В центре Нагло Вырубается Здесь Команч Работает Ну вроде Как взял Себя Немножко Сейчас В руки Скупо Потому что Блин Сливал Конечно Только Так Неприятно Это было Наблюдать Но Сливал 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 Окей Так Наверное Попыточка Все таки Подобывать То нет Не будет Попыточки Подобывать Да нет По всей Винности Чинуки Не спешат Здесь В центре Копать Рабы Слева Будут Погибать Естественно Здесь И минус Ребель Был Хромой Нет Пацаны Все вместе Тут Читают Непонятно Нет Все таки Убили Дроны Висят Бартона Еще увидится Спектр Ганшип Уже Бьет По Суплай Ну здесь Вылезают Ребята Суплай Спасается Даже Рабы Не погибают Хотя Нет Суплай Ну Отстроятся Через Какое Время И Слева Фланга Ой Вылезать Успевает Бойка Здесь Ой Скуба Чинуки Теряет Скуба Просто Все Теряет Да Как же Так А Хотя Квадов Не так Много Здесь Было По Факту Ну Суплай Успели Уничтожить Отстраивается Вновь На Правую Фланг Уже Раб Бежит Мне кажется Нужно Сначала Норку Ставить Потому Что Опять Перелетят Ребята И С центра Все С центра Убежали Но Не Законтролил Бойка Нужно Было Их Оставить Так Что На Базе Здесь Вертушки На Правый Фланг Все Таки Для Того Чтобы Убить Раба Здесь Справа Да Скуба Уже 12 минуты Игры И контроль Этот Момент Как ни Странно Но Пацана С коробочкой Убить Все Верно Убивается Да Ну С тингерами Все Тут Отстраивается Весь Центр Но Скуба Все Еще Хороший Шанс Имеет Ах Перехватил Бойка Электростанцию Отстраивает Ой Не Дают Отстроить Глажнику Дворец Да Хорош На самом деле Американец Наконец-то Заиграл Нормально Начал Все Контролировать И не Терять Хотя бы Свои Команчи Тут Они Уже С лучками И Сразу Отлетают Ну С потерей Одного Правда Размен В пользу Глак Как ни Крути А здесь Уже Стингеры Столстны Справа Еще Одна Пачка Команчи Появляется Уже Двумя Будут Рулить Ну И Как раз Таки Это Момент Когда С одной Стороны Будет Вылазить Скуба А с другой Стороны Уже Бойкова Возможно Не успеет За Контролировать Сейчас Конечно Растягивать Должен Американец Обычно Глашник Американцев Растягивает Две Электростанции Успел Влепить Бойкова Это Конечно Не в пользу Скубы Вообще Абсолютно Две Блин Твою дивизию Электростанции Жесть Мега Скоростной Гла Кто не знает Электростанции Они дают Скорость Скорость Гла То есть Глашники Становятся Быстрее Они Быстрее Строят Постройки Быстрее Выводят Юниты То есть Если задумает Бойков Построят Броскат Шторму Там В два Раз Быстрее Построится Так Воедино Все таки Соединились Здесь Вертушки Бьют В центре Дома Опять же Отрабатывают Квады Но мне кажется Что без экономики Сейчас просто Оставят Бедного Скубу В центре Ему добывать Тоже не дают Столько Ченоков Уже Упало Да Но и Бойка Вообще Никуда Не торопится Сидит Дефается А что Ему еще Нужно По сути Ну вот так Если подумать Только сидеть Деф Отсуждать Когда Американец Будет без денег Ранг Набрал Глашник Уже Третий Имеется То есть Сейчас Команду Центра Кэшбаунти Еще дополнительная Экономика Дворец Все таки Дали отстроить Минус Дрон Да Скуба Даже не знает С какой стороны Напасть Потому что Все в стингера Все в норках Квадов Куча В центр Ставится Казарма Здесь Военный Завод Ну кстати Попытка Перейти в хамеры Пока еще Стала что-то Какая-то экономика Нормальная тема И пошла Ковровочка По центру Спектра Ганшипа Да Все тут бьется Опять же Квады Вылезают Бьют Спектра Ганшип Но он Доработал Суплай А вот Его не доработали Кстати Самое интересное Опять Наглый раб Слева Это как Понять вообще Куда он полетел То Вы посмотрите На эту хрень Хотя Еще и скрамбль Свершн Дестрой А Ну есть Хамеры Появляется же Теперь и скрамбль По сути У бойки То есть Он может Застелсить Рабов И идти Минус Был рабик А вот Стелсных Рабов Будет не так Просто Поймать Интересно Что Гланер Раза За всю Игру На правый Фланг Так Не отстроил Суплай То есть Его законные Деньги Там сидят Но зато Весь центр Посмотри Как быстро Строится Суплай С электростанции Просто Жесть Да Вот такое Бьет домик Сейчас В наглую Казарму Ну ничего Скуба Не может Сделать Просто Вокруг Да Окол И все Абсолютно Если бы Хотя бы Вовремя Пошел В экономику Ну Два Хамера Здесь ясно Что не разберутся Может Будет Рокет Баги Добавить Уже Вторичка Вторичка Будет Сверх Молниносто Отстраиваться И вот Он Да Вместе С рабами Работает С крамболи Наклада А то Там Здесь и прикол Здесь уже С поддержкой Хамеров Будет война Кучка Образована Только сейчас Кстати Казарму Первый Отстроился И опять же Под огнем Ну вот Как так Интересно Вообще В лейт стадии Скуба умеет Грамотно играть За американцев Опять же Напомню вам Мировую серию 19-го года Где он играл Лазером Против Демо Асуса Когда он Невероятно Катку за Юсу Затащил Но тогда Мы видели Много от него Дропзон Денежных Тут-то вообще Ничего нету Обработка Хаммерами идет Вертушки Под прикрытием Работают Точнее Хаммеры Под прикрытием Вертушек Пока Самая длительная Игра И Вскрыть Оборону Так и не Получается Но вот Все-таки Отстроил Суплай Бойка Наконец-таки Полетели Каманчина Блин Стоил Опять же Вперед Наверное Норку Опа Вот это Нежданчика Ха-ха-ха Хорош Бойка Специально ждал Что за слив Все Каманчи Выделил Ну как же Так Скуба Шикарно Бойка Просто отыгрывает Да Одни аплодисменты Раб Слева зашел Рабик Справа Зашел Вот теперь Начнется Веселье От Гла Четвертый Ранг От Юса Прикол Ну сейчас Спокойно Можно сюда Норочку Влепить И Бойка Юса Даже Скуба Ни фига Не заметит Да Уж Пока Бойка Стоит Пока Стоит Интересные Расклады Хотя Поначалу Казалось бы Да все Усталился Нет шансов Там все Ему вырубили Ха-ха Ну молодец Ай да Бойка Все таки Умеет Засранец Играть Загла И ведь Электростанции На него Работают Как ни крути Справа Нора Отстраивается И опять же Тут уже Лучковые Квады Блин Жестят По полной Джармен Кэл Вышел Пригодился Минус Джип Сели ребята Назад Ну Джармана Терять здесь Конечно Ну и не потеряет Уже 18 минут Игры позади Пошли Рокетбаги Просто-напросто Куба Ну Скуба Уже нервы Не выдержали Сдался 5-2 Дорогие друзья Просто невероятно Проигрывал Бойка 2-1 И уже 2-5 Просто рвет Скубу Но Опять же Дорогие друзья Рвет на чистом контроле Невероятно Два матчапа Подряд Забирает себе Бойка Скуба Просто бедный Нифига Не смог сделать Жесть Это жесть Дорогие друзья Так Сейчас Секундочку Дорогие друзья Секундочку Опять же Мне пришлось Провести Процедуры Потому что Нос опять Забился Горло Опять охрипло Ну что Дорогие друзья Продолжаем Закончен Он с карты Саммер Арена Матчпоинт Для Бойки И Дисолейтед Дикстрис Карта Конечно Не ожидал я Что Бойка Так начнет Нести Скубу Но Рассыпался Пацан И Глад Токсиновые ВСК Бойка Сейчас Скуба У нас Вновь В США ВВС Вау Интересно Но Хочешь сейчас Надеюсь Что Скуба Сможет Что-то Сделать Сглажником Понятно Что Бойка В принципе Не волнуется В игре Загла Не удивлюсь Если сейчас Так же Застроится Блин И Будет Спокойно Диктовать Игру У него Это шикарно Получается Просто Мега Шикарно Так У нас Все правильно По саундтрекам В принципе Хотя нет Там одни Юсовские Да Идут Надо нам Юсагла А Ну тут В принципе Идут Юсагла Давайте Сгла Начнем Да Два Ресурсных Центра Со старта Отбойки Сейчас От доктора Трекса Ну и Скуба Два Ресурсника В принципе И не продают Военный Завод Командный Центр Многие Скажут Блин Ну посмотрите Они же не продают Командники А зачем Это все продают Ребят Вся Тонкость В том Что только За США ВВС Выгодно Его не продавать Потому что У США ВВС Команчи Стоит Меньше То есть Они всего Тысячу А не Тысячу Двести И Исходя Из этого Можно с Командным Центром Сыграть Полноценно В два Сапа Со всеми Команчами Вот все В этом то Весь и Прикол Кроется Выходит Первый Хаммер В этот раз Скуба Решил Не играть Кстати Филды И посмотрим Сколько Это выйдет И Понизу Дозер Шикарный Правда Раб Убегает И Сверху Нора Также Контрится Но Почему То Бьется Здесь Совсем Не Раб А Норочка Нет Должен Раб Убиваться Конечно Здесь Ну Что Такое Товарищ О Щет Неграмотно На самом Деле Ребята У кого Есть Такая Проблема Дам Вам Небольшой Лайфхак Но Я не думаю Что Скуб Об этом Не знал Просто Через Кнопку G Это Через Оборону Наводите Прям На Раба Да Вот Этот Кружок Они Сами Убьют В первую Часть Раба Я Не знаю Почему Так Не Делает Скуба Я Так Всегда Пользуюсь И Проблем Ких Нет Но Здесь Кстати Военный Завод Плюс Филд То есть Такая Микса Но И Здесь Должна Достраивается Нора Да Неплохо Стартует Бойки Еще Одна Нора Что У него На Базе Готовится Подрыв И Как раз Подрыв Должен Рапторами Сейчас Будет Контролироваться Я считаю Так Норку Достраивают Что по вышкам Кстати Будет захватывать Токс Но Пока По карте Неплохо В позиционку Раз Ползается Здесь Есть За что Бороться Вот Эти Выдвинутые Коробки В центре Вышки Она Все-таки Такие Коробочки Они Больше Центральные Да И здесь Легко Может Даже Глашник Подобраться Что Он На помощь Могут Чнуки Подлететь Нет Не подлетает Минус Один Хаммер И Проходит Шикарная Техничка С подрывом Филда Можно Сделать Еще и Суплая Нет Просто Суплай Подрывается Но Хорошо Все равно Плюс Бойки И Сейчас Уже Квады Здесь Пошли Ракетчики Технички Так И чем Контр Тяжело Здесь Все-таки Для Скубы Такой Микс Остановить И Филдяра Пока Не работает Ну Мне кажется Что проще Сакохаммерами Здесь Разруливать Такую фигню Чем С Каманчами Со старта Еще Одна Нарану Просингует Бойка Уверена На 6-2 На самом деле Но Я верю В Комбэк Скубы Должен что-то Сделать С этим Товарищ У нас Хотя С другой стороны Если Скуба Победит Аж целых Три Британца Будут В 1-4 Это конечно Численное Преимышство Будет Прямо жесткое И бойка Шеи Одного Оставят Американцы Так Ну разбирается Здесь Скуба Интересно И справа Фланга Пошли Уже Три Квада Но здесь Не работает Подрыв был Суплай Он так и не работает Хотя Чинучки Перевелись И есть Уже Кстати Раптор На поле боя Знаете Сейчас В чем Вся фишка Если Все-таки Скуба Отстроит Большую Прям Пачку Хамви Мне кажется Ее просто Будет нечем Гла останавливать Гла сейчас Тратит Все силы В атаке Тратится Вся экономика На эти норы То есть По сути У бойки Нифига И нету Квады 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 Никакого Спам Техничек Ну всего Лишь Два квада Но это Разве Толпа Вот У американцев Уже Толпа Если Сейчас Не растеряется Скуба И просто Пойдет Рвать Центра Базы То будет Конечно Для него Большой Бонус Хотя Минус Хаммер Был Все-таки Норочки Токсичны Они злые Еще Минус Нора Но шикарно Скуба Отыгрывает Снизу Тоже Отогнали Вроде Тут Квад Один Бегает И Чинуки Опять же Все Увелись Да Здесь Все Основную Это Опасность Даже Не Квады А все-таки Ракетчики Народ Нанесут Хотя Есть Чинуки Которые Не Спасают А могли Чинуки Полетать Там И так Два Хватит Ну и здесь Норочки 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 Опять же Побольше Ракетчиков И Дворец Но вот это Правильное Решение Достаточно Но Поддерживается Земля И Воздухом Так что Рокетбаги Будь чем Контр Да Забираются Вроде как Квады Пока Уверенно Скуба Наконец-таки Вроде как Взял себя В руки И дает Неплохой Старт За Юсу Главное Здесь В принципе Уже Дозер можно И терять Командный Центр Есть Сыграя Скубы Тут Наверное Везде Нужно было Командник Оставлять Как он Там Мне Грозился Когда Ведь Шла Жеребьевка Сначала Должен У меня Играть Со Скубой И У меня Грозился Типа Блярда Я В тебя Сыграю Ни одного Командника Не продам Типа И Вынесу Типа Ну То есть Типа Что-то Там Понты Какие-то На меня Гнал Я Я такой Думаю Ну Че Ты Понтуешь Что Ты Эксперт А я Кто Эксперт Что-ли Типа Мне Вообще Пофигу И Получилось Так Что Там Потом Была Пережеребьевка И Нас Далеко Друг от Друга Со Скубой Кинуло И Поэтому Ну Я Немножко Уже Ему Патролил Он Немножко Бомбанул От этого И Начал Спамить Мне Блин Давай Один на Один Там Я Там Поставлю Бабки Типа Я Тебя Вынес И Так Далее Ну Я Конечно Скал Гудбай Парень И Пошла Техничка Отбойки Здесь Так Опять Подрыв Ракетички Равну Дозер Хантинг Хотя Здесь Уже Дозер Хантинг Но Есть Командница Интересно Ну Скубы Кстати По Хаммерам Если Взять Я Вышки Две Вышки Потому что Одна Снизу Уничтожена Подрывника Нельзя так Пропускать Ремонтка Бьется Стратегический Центр Отстраивается И со Стратегией Search and Destroy Будет Тяжело Оглашнику Останавливать Американские Войска Но Тут Как Не Крути По Факту Так Полетели Рапторы Чистить Норы Или Куда Они Технички Бить Вау Пустую Техничку Две Технички Минус Сразу Все Ребята Высаживаются От страха И кстати Квадами Это не играет Уже Бойка Чисто А нет Есть Квады Там Спам Технички Ракетчиков И не дают Пока Пройти Американцу Здесь С центра Также добываются Денежки Пока Скуба Себя В деньгах Чувствует Шикарно Минус Технички Бьют Как раз Таким Медички Чтобы Те не Ремонтировали Хамеры Ну и Задачи Выполняются Две Минус Две Медички Да Но вот Что будет Со Серч Дестрой Вот в чем Вопрос Потому что Сейчас Сложнее Будет Глашнику Есть У него Давно Уже Дворец И Наконец Таки Пошли Ротки Баги Да Серч Дестрой Ломают Здесь Сливаются Рапторы Но Так Нельзя С другой Сторону Скуба Третий Ранг А Убойки Первый И Снайпера Будет Сейчас Очень Кстати С Повышениями На самом Деле Плюс Ковровочку Хотелось Быть То есть Пока Еще Ничего Не Влетает От Скубы Абсолютно Ну Джармен Кэл Есть Он Кстати Будет Здесь Вырубаться Весьма Просто Если Снайпера Пойдут Должны Снайпера Из Казармы Выходить Почему Не Выходят Девочка Казарма Вот Казарма Что Скуба Как Приторможена Все Батлчин Два Батлчина Ах Вот Оно Что И Завелся Спектр Ганшип Сейчас Бить По Позициям Ага Как раз По Суплаю Да И Ковровочка Наваливает На центральный Суплай То есть Решил Оставить Гла Без Денег Минус Все Рабы Но уже Есть Черные Рынки Здесь Еще Подамажился Дворец И Два Вар Фактори Ну Здесь Суплай Минус Хорошо Скуба Сверху У нас Какие-то Проблемы А тут Никаких Проблем Здесь Просто Два Батлчина Внагло Выносят Нору Ну Тяжело Конечно Придется Раб Контриться Теперь Видны Явные Проблемы Сейчас У Бойки Что-то Не так Много У него Кватов Скажем Честно И Ракетчики Здесь Просто Бесполезны Мог Спокойно Мне кажется Сносить Нору И вышку Здесь Скуба Жесть Батлчины Реально Решают Пошел их Ремонтировать Ну Как-то Странно Мог доработать Еще На самом деле То есть Такая Микса Воздух Плюс Земля Немножко Поджали Скубу Извините Скуба Бойка У него Уже Отстраивается Командный Центр У Скуба Четвертый Ранг Тем временем И Отстраивается Уже В центре Просто Суплай Да Ну Встал Встал Что-то Американец Надо бы Раз начал давить Еще Один Вау Здесь уже Четыре Пять Боевых Чинуков Правда Не все С ракетиками Жесть Шестой Боевой Чинук Нифига Себе Какая Ставка Ну-ка Сидят Вау Два Пустыны Просто Жесть Вы посмотрите Сколько Боевых Чинуков Я даже Не знаю Здесь И Миксовать То Не выгодно Сейчас Бойки С какими Там Рокет Баками Или Баттлбас Здесь Чисто Квад Или Он не Разобьет Эту Пачку Баттлчинов Грамотно Грамотно Хотя Скоба Уже Спалился Но Я думаю Что Бойка Даже Не представляет Что Уждет В будущем Шесть Боевых Чинук Ракетикой Садятся И Садятся Просто Невероятно Мне Интересно Посмотреть Вот На Это Нашествие Так Ни Одного Стингера Так же Нету Но Против Баттлчинов Что Там Стингеры На самом деле Мог Сделать И в прошлой Катке Скоба Что-то Подобное Ему Там Экономика Позволяла Время Но Додумался Только Сейчас И Я вам Скажу Если Сейчас Он Просрет Себе Баттлчина То Будет Реально Шанс Для победы У Бойки Если Не Просрет То Напишет Джи Джи Скоба Ой Не Скуба А Бойка Конечно Третий Сап Здесь Все-таки Отстроился Но Заманил Ого Знаете Показать Что ты Играешь Одними Хаммерами Сейчас Такой Лютый Налет Вот Пошло Просто Пошло Просто Шесть Боевых Ченуков Все Под номером 74 Какое-то Прям Непонятное Копирование Неужели Один Командир На всех Ну Ладно Окей Выводят Здесь Вынуждают Вывести Квады И Работа Вау Вот Это Напасть Просто Жесть Да Мне кажется Никакая Пачка Квадов Сейчас Не спасет Они Просто Накроют Салютом Ё-моё Да Ну Шикарно Скуба Ничего Не скажешь Опять Он показывает Красивую Стратегию И Смог Здесь Что-то Поменять Скоро Пятый Ранг От него Пойдут И Мне кажется Что Бойка Здесь Уже Минус Два Завода Он Бессилен Да Друзья Молодец Молочага Скуба У меня Просто Слов Нету Ни Один Баталчин Еще Даже Не терялся Небронированные И Просто Военный Завод И тот И другой Карается Жесть Просто Жесть Можно Мне кажется Смело Бить Дворец Дворец Пустой По всей Видимости Нет Да Он Пустой Ну Что ж И Просто Разрыв От Эйра Бойка Пока Не думает Сдаваться Хотя Мне кажется Что здесь Уже Скуба Делает Шаг Вперед И Главное Ему За Токса Сейчас Будет Сыграть Идеально Для того Чтобы Вытащить Каточку А желательно Сыграть Агрессивно И зарашить Бойка Потому что Влейд Все таки Бойка Там Будет Получше Смотреться Мне кажется За американца И сдается Бойка Друзья Счет Счет 3-5 Молодец Скуба Поздравляю Его с этим И интрига Все еще Держится Что же Приступаем К следующей игре Друзья Дислоид Дикстрикс Все та же карта И Ребята Меняются Генералами Да Теперь За ВВ Сыграет Бойка А Скуба Будет Управлять Войсками Доктора Трекса Ну что ж Погнали Погнали Все самое Интересное Впереди Мне вот интересно Бойка Сейчас все так же По классике В Хаммере Или будет Выдумывать Что-нибудь С Филдами Здесь Коробочка Даже От Скубы Да Один ресурсный Центр Ставится Второй Ресурсный Центр Ставится И вот Сейчас Вопрос Два Филда Или Военный Завод С казармой Но Нет Просто Классика Как и Обычно Отбойки Не выдумывают Филды Военный Завод И казарма Да Без Казармы Кстати Пока что А Ну пошел Дозер Ловить Раба А у Скубы Раб То Прибежал Прям В наглую Здесь Коробочкам И Вот Это Интересный Момент Как раз Таки То Чем Я и Говорил Скубы Сейчас Спасет Очень Агрессивная Игра Пошли Подрывнички Военный Завод Уже Практически Готов И Рабы Неужели Побежали В быстрый Третий Ресурс Центр Так По центру Гуляет Дозер Не заметил Здесь Нифига Бойка По всей Видимости Да Нету У него Палево Так И хаммер Даже не Заметит Да Мимо Пройдет Но Вот Это Сыграет В пользу Скубы Дрэй Друзья Это По-любому Такой Момент Интересным Очень Так Есть Норка Здесь Нет Все-таки Палится Раб И Пошла Первая Техничка От Гла Работают Ракетчики Давятся Ракетчики Неприятно И Подрыв Электростанции Правда Здесь Техничка Но Хорошо Минус Техничка Тоже Минус Окей Потерял Электростанцию Теперь знает О позициях Здесь Бойки И нужно И конечно Срочно Ликвидировать Какой Наклый Дозер Но Кстати Пройти Здесь И заставить Пописать Норку На своих Жеробов Весьма Реальная Тема Опять Техничка От Скубы Под Суплай Но Ракетчики Здесь Будут Бесполезны Высаживается Подрывник Хотел Заманить Не Получилось Заманить Электростанция Отстраивается Дозер Грамотно В коробочке Хоть Есть Командный Центр Ну И Три Ракетчики Здесь Кстати Достаю Три Ракетчики Но Когда Чинуки Вместе Они Будут Бесполезны Конечно Все Так На Рапорте Фаера Здесь Нужно Было Фаст Квад Играть И давить Потому Что Бойки Сейчас Группа Копит И без Потерь Играет Дозер Был Минус Но Зашел Рабы Болеминус Зашел Дозер Все Шикарно Своё Отыграл Так Ну Здесь Может Дозер Раскидываться Все Командник Есть Да Еще Бойка Как бы Грамотно На Базе Сохраняет И уже Такая Пачка Неприятная Для Скубы Четыре Хамера И медичка Пошли Вперед Вот Сейчас Будет Все Решаться Чисто Технички От Скубы Но Нужно Как-то Грамотно Становить Эти Хамеры Может Быть Заедет Техничка С подрывом Кто Его Знает Ребят Пошли Вперед Уже То Есть Опасная Нора Вырубается И как Раз Пытается Отвлечь Плохо И Чунки Отводятся Неужели Так Испугался Бойко Но Мне кажется Что там Особо Ничего Страшного Не должно Быть Посмотрите Какая Нора Прокатила Если Сейчас Глаз Займет Вышки Будет Хоть Какая То Денюжка И Втреса По Между Прочем От Скубы Сейчас Второй Военный Завод Уже Отстраивается Осталось Только В настоящий Его превратить И Уже Четвертая Минута Игридера Друзья Вроде бы Как Все еще Ничего Непонятно Станет Понятно Тогда Когда Бойко Придет На базу И Там Уже Либо Теряет Хаммер Или Нет Отрубается Ресурсный Центр Здесь Опять же Опять же Контратака Ну блин Слишком Маленькая Группа Слишком Маленькая Группа И Баттл Чун От Бойки Тоже Умеет Их Юзать О да Не Ракетчики Здесь Бесполезные У Скубы Два Завода Но Спам Сейчас Просто Никакой Все Сливает В атаке Уже Как-то Безнадежно Друзья Сливает Да Сдается Скуба Я Поздравляю Бойку С этим Финалом Хочу сказать С этой Победой И проходом На логику Ну что же У Бойки Сейчас Шикарный Шанс Отомстить Логике За финал 19 Года Отомстить И Что самое Интересное У нас Пары Крэзи Против Каро Это Немец Швейцарец Экс Калшей Британец Американец И Бойка Логика Опять же Британец И Американец Вот и Посмотрим Кто у нас выйдет Либо по одному Американцу Либо два Британца Либо британец Американец И Вот это У меня ситуация Очень нравится И у нас остался Последний матч 1-8 Фаргу Против Вивидро Друзья Обязательно Не пропускайте И уже Одна четвертая Самые жаркие Бои будут На ваших экранах Что же Оставляйте свои Меня в комментариях Конечно же Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Не забывайте про Группу ВКонтакте И Дискорд канал Ну а я с вами Не прощаюсь